Добрый день, добро пожаловать на наш вебинар по обсессивно-компульсивному расстройству. Напишите, пожалуйста, в чате, меня видно, слышно, хорошо. Это значит, видно и слышно, да? Отлично, хорошо, спасибо. До нас еще не дошло где-то около пяти человек, я вчера посмотрел, у нас должно быть около 30. Это хорошая группа, достаточно стандартная группа для моего семинара, 27-30 человек, это, как правило, стандартная аудитория. Добрый день, замечательно, я представлю для тех, кто первый раз пришел на вебинар и расскажу об маленькие технические особенности, а потом мы приступим к самому процессу. Внизу, где написано написать сообщение, вы можете написать буквами ваш вопрос, тогда, когда это будет нужно, я его увижу, его увидят все. Соответственно, вас никто не видит, вас можно только видеть в чате. Три часа мы сегодня занимаемся, это прямой эфир, прямая трансляция. Тема сегодняшняя очень необычная, но она обычная для психотерапевтов в общей практике, да, для профилирующих психологов, которые работают именно с этим, это каждодневная наша работа. Более того, ОКР или обсессивно-компульсивное расстройство является самым популярным видом невроза, вы не поверите, но это самый популярный вид невроза, гораздо популярнее, чем панические атаки. Но тут есть маленький нюанс, панические атаки не являются самостоятельным типом невроза, являются лишь проявлением определенного, давайте так, панические атаки это побочный эффект эмоционального состояния. Вот так, чтобы вам было понятно. У панических атак нет внутреннего конфликта, и они являются самостоятельным побочным эффектом страха за собственное здоровье, за собственную жизнь, разгоняющейся деструктивной логикой, а что если вдруг? Ну там еще некоторые есть формы взаимодействия этих мыслей, а что если вдруг, а вот у меня это поэтому, а вот Вася написал, что это вот так, и это тоже, а вот у меня здесь что-то колет, болит, а вот вегетативно мне плохо, значит, это инфаркт, инсульты, задыхаюсь. То есть панические атаки не являются самостоятельным типом невроза, хоть и в МКБ-10 он классифицирован, паническое расстройство, да, генерализованное, тревожное отдельно, но это симптом или побочный эффект эмоционального состояния. Панические атаки крепятся в какой-то конкретный невроз. И вот сегодня, ребята, мы будем разбирать конкретный невроз, в котором могут быть панические атаки, в котором может не быть панических атак, в котором может быть кардиофобия и не может быть кардиофобия, в котором может быть социофобия и не может быть социофобия. Мы сегодня поговорим об обсессивно-компульсивном расстройстве. У этого типа расстройств есть собственный внутренний конфликт. У нас всего три внутренних конфликта, а не миллион. Классифицировано их три по основным структурам. И сегодня мы будем говорить о ОКР. Парадигму, которую я выбрал, в которой я буду вам популярную эту лекцию сегодня читать, это психодинамический подход. Это как раз тема внутренних конфликтов и противоречий, ввиду чего возникает сильнейшее напряжение и тревога, которое приводит к обсессиям и компульсиям. Обсессии – это навязчивая мысль, компульсия – это действие или ритуал, или повторение. Это для тех, уже начинаем, да? Сейчас я об этом буду подробно говорить. Как я уже говорил, у панической атаки нет внутреннего конфликта. Это испуг, это деструктивный страх, закрепленный определенным рефлексом поведения, который разрывается достаточно просто. То есть, если сравнивать, допустим, клиента с панической атакой и клиента с обсессивно-компульсивным расстройством, опять же, смотря какого типа и какой тяжести, то, конечно, панические атаки – это смешно по сравнению с основными типами неврозов и с основной проблемой. Поэтому, когда к нам приходят пациенты с панической атакой и говорят, что это единственная проблема, которая меня мучает, я корректно улыбаюсь и говорю, что сначала вы так думаете, но через какое-то время, когда вы перестанете испытывать эту панику и поймете, что это такое, вы поймете, что на самом деле вы пришли ко мне совершенно по другому вопросу. Так оно в 99,9% и бывает. Действительно, человек очень быстро теряет паническую атаку, очень быстро теряет этот самый приступ, который кажется, что это приступ, но на самом деле со временем в терапии он понимает, что дело не в панических атаках и даже не в агорафобии, которая формируется путем избегания, опять же, деструктивной логики. Да, у меня там было плохо, поэтому это плохо связано с там, где я был. Поняли, что я сказал? У меня там было плохо, поэтому это плохо связано с там, где я был. Слушайте, ну я прямо этот самый, крич в комнате. Вот, значит, ну вы поняли, да, что я был где-то, допустим, в метро, мне там стало плохо, и я туда больше не пойду, потому что так, то, как мне было плохо, связано с метро, там мало воздуха, там много людей и так далее и тому подобное. Сразу вам скажу, что паническая атака и вегетативное напряжение никак не связаны с тем, где вы находитесь, никак не связаны с количеством воздуха, с давлением в атмосфере, никак не связаны со световым днем, с наличием родственников или отсутствием родственников, это связано исключительно с вашей формой мышления, исключительно с вашим эмоциональным состоянием. Вот, поскольку у нас препараты влияют на эмоциональное состояние, поэтому под препаратами панических атак и не возникает, да, потому что вы не вызываете это эмоциональное состояние и потом не трактуете его катастрофически. Я увлекся панической атакой, да, немножко? Но мне кажется, это почему-то интуитивно, мне кажется, это важно. И вообще очень много в работе своей придаю интуиции на самом деле, и мне кажется, это хорошо, и это правильно. Я сегодня... Итак, давайте закончим тему с паникой. Но если хотите, можете позадавать вопросы на эту тему, потому что у нас три часа. Я тут приготовил парочку тезисов, да, а я хочу, чтобы вы сейчас подумали над вот этим моментом, почему я выбрал именно вот этот тезис в семинаре по ОКР. Почитайте. Я ничего просто так не делаю. Сразу вам могу сказать, что все, что я делаю, публично, особенно, конечно же, да, социальные сети, мои иронические иногда, саркассические ответы на спрашиваю, публикации ВКонтакте. И вообще не рассматривайте это в разрыве от психотерапевтического процесса. Все посты, которые я делаю, они так или иначе связаны либо с причинами, либо с причинно-следственной связью неврозов. То есть песни, которые вы сегодня слышали в начале «No Pay No Gain Scorpions», она непосредственно связана с моей работой, с психотерапией. И вот этот тезис, если вы измеряете свой успех в мере чужих похвал и порицаний, ваша тревога будет бесконечна. Вы не представляете, но именно этот тезис на 100% отражает суть ОКР. Кто согласен, кто нет. Многие не понимают сейчас, да, почему? Кто-то понимает. Но сегодня мы будем об этом тезисе говорить очень подробно, поэтому я на нем и остановился. Хорошо. Окей. Я хочу немножечко изменить сегодняшние правила. Обычно, помните, у меня интерактив был в конце, да, то есть обычно у меня, я очистил чат просто. Обычно интерактив в конце. Поскольку, ребята, ОКР – это очень большая тема, и об обсессиях, и о компульсиях отдельно можно говорить очень много. А мы сегодня будем говорить с точки зрения психодинамики, прежде всего, и когнитивной терапии поведенческой тоже. Многие люди забыли, что психотерапия называется когнитивно-поведенческая. И когда мне говорят, что когнитивка не работает с ОКР, это вызывает лишь иронию, потому что, видимо, человек просто плохо понимает, что такое когнитивная терапия, поэтому так говорит. Многие люди считают, что когнитивная терапия – это только лишь работа с мышлением, но это не так. Люди забыли вторую часть, которая называется поведенческая терапия. И они не забыли, что раньше бихевиоризма поведенческая терапия вообще стояла отдельно в направлении, но только в каком-то там лохматом году когнитивная и поведенческая терапия объединились в одну систему, потому что поняли, что они идеально дополняют друг друга. Вот. Поэтому мы сегодня будем говорить о поведенческих протоксальных техниках, мы будем говорить о самой когнитивной терапии, мы будем говорить о психодинамике и о том, как это все объединяется. Но оговорюсь, что случай ОКР уникальный каждый. Если случай с панической атакой очень штампован, и, в принципе, можно собирать группу из ста людей с паническими атаками, дать им одно и то же упражнение, оно будет эффективным. Это правда. Поэтому тот вот DVD-курс, опять его нельзя, но не важно. Тот DVD-курс, который у меня есть на сайте, да, и там 4 DVD и 8 вебинаров по 3 часа. Если вы хотите работать с панической атакой, с агорафобией, в милости просим, пожалуйста. Материалы куча. Если вы хотите заниматься только вегетативным напряжением, паническая атака, агорафобия на первом этапе, пожалуйста, этот DVD-курс есть, и вебинар тоже есть, это не проблема. Гораздо меньшая проблема, чем само ОКР. Но начало тоже должно быть положено, особенно, чтобы понимать, что такое панические атаки. Скажите, пожалуйста, вы пришли на вебинар сегодня по ОКР. А напишите, пожалуйста, плюсик, у кого есть сейчас панические атаки, несмотря на то, что у него, как ему кажется, ОКР, или он просто пришел на популярную лекцию. У кого вообще есть панические атаки? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Частично это так. Семь. На половинку умираю. Антон, ваш мозг слишком уникален для панических атак? Антон просто мой приятель, я могу с ним шутить, чтобы вы не думали, что я так, кстати, не поступаю. Нет, конечно. Хорошо. Ну вот примерно раз, два, три, четыре, пять, шесть. Антон, мы сегодня поговорим о твоих ритуалах, проверке газа, света и прочих вещей. Это классическое ОКР, я расскажу, сегодня тебе будет интересно. Вот смотрите, те ребята, у кого панические атаки, на самом деле, вы должны понимать и помнить первую часть, да, вебинара о том, что паническая атака не является основой внутреннего конфликта, это лишь деструктивный страх за собственное здоровье. Либо вы что-то не так понимаете. Очень часто пациенты называют панической атакой просто вегетативное напряжение или сильную тревогу. Паническая атака не является сильной тревогой. Тревога – это тревога. Паническая атака – это страх за собственную жизнь, непосредственно за жизнь, ввиду того, что у человека происходит вегетативное напряжение, выбрасывается адреналин, он трактует действие адреналина как опасное для здоровья в данный момент, либо панический приступ может случиться, например, в структуре ОКР, когда у человека есть ритуальное действие и навязчивое, это искать туалеты и передвигаться только в городе, где он знает, что есть туалеты. И если вдруг туалет закрыт или вдруг он не может до туалета каким-то образом так или иначе оторваться, возникает паника. Потому что в голове идет метафора стыда, вот я сейчас описываюсь, окакаюсь, не добегу, что скажут люди, как я буду здесь валяться, начинается паника. С паникой есть двух типов, либо смерть, либо позор, да? Вот. Но об этом, собственно говоря, вы можете говорить, смотреть на вебинаре, есть вебинар на сайте, называется он «Работа с симптомом». Вот там об этом очень много сказано. Поэтому, ребят, у кого вот есть, как вам кажется, во всяком случае, не знаю, панические атаки, если вы ничего не путаете, приобретите вебинар «Работа с симптомом», вам там все это будет расписано, рассказано. И упражнения в том числе тоже. Кто хочет очень глубоко познакомиться с терапией неврозов, милости просим, осталось 29 дисков. Секрет вам открыл. Значит, дальше. Ну что, теперь, собственно говоря, сама интерактивная часть. Ребят, я хочу, чтобы вы сейчас мне в чате написали, что вы хотите, только коротко, ладно, получить от этого вебинара. Потому что я могу говорить до утра, реально. Я очень люблю свою работу, я очень люблю свою профессию, я очень люблю людей, и работать с ними, и объяснять, и показывать, и вместе с ними добиваться успеха во всех сферах их жизни. Я могу говорить вечно, вот верно, несмотря на то, что сегодня воскресенье, да, я могу говорить до утра. Поэтому напишите мне, пожалуйста, в чате, чтобы я немножечко в голове понял, что вы хотите от этого вебинара. Ну, конечно, до утра можно. У меня тут... Ну, ладно. Нет, до утра, Юль, не получится. Понять механизм? Поймете. Хорошо. Расскажу про механизм обязательно. Как прорабатывать навязчивые мысли, например, перед полетом на самолете или важным совещанием? Андрей, здесь у нас когнитивная терапия, да, но, скорее всего, вы описываете не совсем УКР в данном вопросе, во всяком случае, но вы описываете просто страх и тревогу аэрофобии. Там тоже есть, конечно, деструктивная логика, но я об этом потом расскажу, напомните мне только. Самую важную информацию. Да, действительно, Владимир, я самую важную, действительно, информацию вам и расскажу, потому что я специально ее сжал, да, действительно, самую важную, абсолютно правую. Понять, как спокойно выйти из дома, не залипая у плиты или каких объектов. Да, будем об этом говорить, безусловно. Практика ухода от мыслительной жвачки. Да, мыслительной жвачки будем разбирать страх убить, страх стать маньяком, убийцей, убить жену, детей там и так далее, да, ножи. Страшно сойти с ума, безусловно, будем говорить об этом, конечно. Мне интересна причина УКР, интересно, как получается, что у многих УКР очень нетипична. Действительно, правильно, причинах мы будем говорить. Есть, вообще, каждый человек УКР очень нетипичный и друг от друга отличается. Вот если вы возьмете, допустим, Антона, где он там у нас тусуется, да, вот абсолютно функциональный парень, работает, бегает по Химкам, по Москве, вон он, да. Все у него круто, очень типичный предприниматель. Но есть некоторые аспекты, хотя он не инвалидизирован, да, то есть он абсолютно нормально передвигается и все делает. Есть некоторые аспекты, которые его заставляют задуматься порой, но это связано как раз с тем, что вы и пришли, да, поэтому я сегодня буду об этом рассказывать очень подробно. Как научиться меньше мыть руки, безусловно, ритуалы чистоты, это очень частая история, конечно. Повторение, закрепление материала, практически, навыки, да. Как избавиться от навязчивых мыслей, да, будем говорить. Короче, ребят, я понял, что мы будем говорить о всем. Интересует ваше мнение образование УКР? Да, Игорь, безусловно, это тоже очень больной вопрос, но я как раз расскажу ту концепцию, которую я рассказывал в Петербурге не так давно. И я об этом говорил два раза. Первый раз психиатры отнеслись к этому так странно, ну, с улыбкой какой-то, да, а когда я приехал вот последний раз, я опять об этом говорил, я уже приводил факты, и люди поняли, что да, что-то в этом есть, мягко говоря. И они поняли, что, в принципе, судя по всему, психодинамический подход к УКР правильный. Но есть и некоторые особенности в физиологии, конечно. Вы сказали, что каждый случай УКР уникален, но вот почему-то все говорят про одни и те же симптомы. Мытье, проверки, двери, глаза, свет. Да, Федорово абсолютно правы. Каждый случай УКР уникален в том, что стоит за УКР и как оно проявляется. Потому что, вот если опять Антон, можно тебя примерку взять, да, на синкогнито? Вот Антон, он абсолютно функциональный человек, да, у него есть какие-то небольшие вещи, которые иногда он делает. Он относится к этому с юмором, он относится к этому достаточно спокойно. Это ему не мешает сильно, как я понимаю, жить. И он абсолютно функциональный. А есть люди с УКР, которые, в принципе, не могут ничего делать, потому что есть проблема, да, потому что она очень сильная, очень сильные ритуалы, сильные навязчивости. Поэтому, Федорово, тут надо понимать, что есть разные шкалы УКР и разные теологии. То есть, если больше биологическая структура, то будет одна симптоматика. Если больше психологическая структура, то будет другая симптоматика. Соответственно, если я буду заниматься Антоном, то, возможно, только этот сегодняшний вебинар ему откроет глаза намного, и он сможет забыть про эту историю, если будет действовать по программе. А человек, который, допустим, вот он не может встать, пока сто раз вот так не сделает, да, а это другая история, да, это уже более сложная структура, требующая совершенно другого подхода. Когда вы говорите, я хочу сделать, но я не сделаю, это другая история. Я хочу, но я могу не сделать, это тоже другая история. Когда вы говорите, я не могу этого не сделать, и не могу вообще этого не сделать, это тоже другая история. Упражнения от панических атак не помогают. Каждый раз умираю. А Екатерина, ваш случай, он является особым. Насколько я знаю, вы обращаетесь к большому количеству специалистов, и тут дело не в упражнениях, а дело вашей личной конкретной проблеме. Упражнения от панических атак, поверьте, которые используются в мире, они помогают всем. Если за паническими атаками не стоит что-то более структурное, поэтому здесь надо, мозг ничего не должен. Проблема в том, что мозг ничего не должен понимать, и он в вашем случае не понимает, как вы говорите, не потому, что вы что-то не понимаете. И упражнения плохие, а потому что есть структура, которая не связана с паническими атаками. И лечить вам надо не панические атаки, а гораздо более структурную проблему невроза. Вы уперлись в ваши панические атаки уже, насколько я знаю, давным-давно, и знаете, что вы работаете с большим, знакомы с большим количеством людей, которые профилируются на панических атаках. Как видите, результат не очень. Поэтому, потому что не упражнения плохие, а потому что под паническими атаками есть другая структура, в которую не попадают. Может быть, вы сами эту структуру не понимаете. Мы ее тоже не понимаем. Надо разбираться. Поэтому тут надо не с панической атакой работать. Тут надо разбираться именно с одной структурой отношения в семье, отношения в психике. Ну что, давайте начнем. Я понял. Хорошие вопросы. В принципе, на самом деле, ребят, я план когда писал, я примерно так и предполагал. Итак, давайте начнем с того, кто-то говорил про структуру, да? Давайте начнем с того, что ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство, имеет в МКБ-10 свою классификацию. Оно относится к рубрике неврозов, невротические расстройства, и самотоформные рубрика F4 в МКБ-10. В ДСМ не помню. Я в ДСМ не ковыряюсь. ДСМ МКБ-10 – это международная классификация. В России используется МКБ, международная классификация болезни 10-го или 9-го пересмотра, чем, конечно же, 10-го. А на Западе используется ДСМ. У них разная структура в ДСМ, там круги и рай, немножко по-другому она сделана. В отличие, не буду сейчас вам это грузить, вам это не надо. В общем, это официальный невроз, который имеет очень популярное развитие. Значит, давайте начнем с симптоматики. Обсессивно-компульсивное расстройство делится на две основные категории и называется, соответственно, так же. Обсессии и компульсии. Обсессии – это мысли, навязчивые мысли, которые вас, как вам кажется, преследуют, мучают или заставляют постоянно об этом думать. Это обсессия. Навязчивое повторение мысли в голове. И компульсия. Это действие или ритуал. Еще можно его так назвать. Когда мы проверяем, делаем, перепроверяем, компульсивно что-то делаем. Компульсивное действие. Называется невроз обсессивно-компульсивное, потому что, как правило, сочетается одно и другое. Вы сегодня это увидите. Но здесь надо понимать следующее. Во-первых, возьмите ваши тетрадки или блокноты, что лучше делать какие-то пометки или записывать в блокноте вопросы, которые вы хотите потом задать. Давайте напишем или запомним, что много лет я работаю с ребятами с ОКР. Уже около полутора тысяч, наверное, людей. Я в скайпе смотрел. Все клиенты. Плюс еще сегодняшние 15 человек очень занимаются. И я увидел такую интересную штуку. Что сейчас мы от симптомов давайте идем в сторону. Что за всеми случаями ОКР стоит очень сильная тревога. Это правда. Во всех случаях ОКР стоит очень сильная тревога. Но я сейчас и говорю не о тревоге, а о симптоме. Имейте это в виду. Стоит очень сильная тревога о том, о чем вы не знаете пока еще. Вам кажется, что ваша тревога с ОКР связана с тем, что вы постоянно о чем-то думаете, вас эти мысли пугают, вы от них не можете избавиться, вы надо что-то вам сделать. Это вызывает тревогу. Это тоже тревога, но она уже вторична. Но изначально эти мысли, эти навязчивости, эти ритуалы вызываются тоже тревогой. Вот это, ребята, тревога вытесненная. Вы это не понимаете. И порой даже психотерапевты этого не понимают. Поэтому и не работают туда. Поэтому мы сегодня будем говорить не только о тревоге симптоматической, но и о этиологической тревоге. То есть о том, что вызывает эти навязчивые мысли и поведение. Сразу хочу вам сказать, что сторонники психиатрического подхода не поддержат мою теорию. Хотя я знаю, что мой канал и мои видео и заказывают даже DVD-курс. Вот у меня недавно пришел заказ из московской клиники. Может быть, врач хочет познакомиться для своей практики или для себя лично. Он не имеет никакой психотерапии. Но тем не менее, очень приятно, что курс заказывают и врачи, и интересуются. Это безусловно приятно. Поэтому вы должны понимать, что тревога, которая вызывает это, она неосознанна. Сегодня мы будем об этом говорить. Поэтому для многих из вас сегодня откроются глаза. Итак, симптомы, обсессивные симптомы. Это навязчивые мысли кого-то убить, навязчивые мысли сойти с ума, навязчивые мысли причинить кому-то вред, навязчивые мысли о собственном здоровье, вдруг мне это опасно, вдруг мне грозит здесь угроза, бактерии, навязчивые мысли о чистоте, что я недостаточно хорошо очистился, или вымыл руки, навязчивые мысли от этих микробов и так далее. Навязчивые мысли ритуального, ой, простите, религиозного характера, тоже частая история в нашей практике, меня накажут или за грех, или я там буду наказан на небесах, если я что-то не сделаю, или наоборот сделаю. Вот такие стандартные навязчивости. Понятно, что они могут там отличаться, ну, стандартные, понятно, хотите, добавьте. Если у кого-то есть выходящие за те рамки, которые я сейчас сказал, напишите. То, что я сказал, оно как бы укладывается, да, в структуру группы, то есть вот то, что я сейчас произнес. То есть, как правило, это вот оно и бывает, да? Ну, если вы не пишете, значит, наверное, да. И комп. У меня навязчивости вообще не такие, у меня часто навязчивости вообще не такие, у меня часто навязчивые сравнения себя с другими. Возможно, вы описываете социофобию, где вы просто боитесь быть хуже других. Навязчивые мысли о возникновении ПА. Это, Игорь, просто классический механизм панической атаки, что вдруг она будет. Это просто страх. Человек один раз испугался, допустим, он собаку, он вышел на улицу, его собака укусила, и он боится о том, что выходит из подъезда, не укусит собака, да? Вот здесь такой двоякий вопрос. Это может перерасти в некую историю, похожую на ОКР, но здесь все-таки будет фобический невроз, и это будет просто фобия. О ОКР нету слова фобия, там формируются фобии, но, смотри, навязчивые мысли о возникновении панической атаки – это самостоятельный механизм, поддерживающий паническую атаку, как структура просто испуга со своей здоровьем. Но мы не можем назвать это обсессией, такой структуре ОКР. Скорее это будет другое. Когда человек понимает это, избавится от этих мыслей. Это тревожное расстройство. Это немножко другая структура. Под этим просто стоят другие основы. Когда человек боится панических атак и старается избежать этого, или избавиться от мыслей о том, что будут панические атаки, это, скорее всего, генерализованное тревожное расстройство и паническое, а не ОКР. И немножко там другая основа. То есть сегодня вот послушаешь, что основа ОКР, она в принципе другая. Там тоже могут быть панические атаки и панический приступ, как метафора, что случится то, о чем я боюсь, но ты, скорее всего, по твоим вопросам говоришь о тревожном расстройстве, о паническом. Еще есть навязчивое гиперконтролирование. Ну да, навязчивое самоанализированное. Да, контроль, конечно, тоже присущ ОКР, безусловно, и мы об этом будем говорить. Окей, дальше идем. Обсессии, компульсии и компульсии. Компульсии – это ритуалы или действия. Вот наш коллега только что сказал, что это контроль, но контроль – это не компульсия. Контроль – это стратегия. А это не ОКР, Вячеслав. Это другая история, вдруг что-то случится, это паническая тревога, тревожное расстройство. Многие путают эти вещи, они немножко разные. Ну, подождите сейчас. Контроль в ОКР – это стратегия, чтобы нет, я буду контролировать. А контролировать я буду определенным образом. Поэтому вот эту стратегию мы будем сейчас разбирать, когда будем говорить о своей структуре. А сами компульсии выглядят в виде ритуалов. Например, самый простой ритуал, который можно описать в классической, простой истории ОКР – ты боишься постоянно за собственное сердце, ты думаешь о нем, и ты начинаешь его постоянно проверять и носить с собой либо препараты, это отдельная структура, носить с собой тонометры, постоянно мерить давление раз так 40 в день, а постоянно прикладывать руки, слушать. И ритуалом является то, что успокаивает. То есть, вот ты беспокоишься, тебе давление померил, тебе стало легче. Ты беспокоишься, ты пощупал, послушал, тебе стало легче. То есть, запоминайте, у любого ритуала есть одна простая функция. Мне надо это сделать, чтобы успокоиться. И вот здесь, дорогие мои, возникает первый косяк и первая проблема. Заключается она в том, что на самом деле это ошибка. И вот здесь возникает вся основа терапии. Вы говорите, чтобы мне успокоиться, мне надо сделать. Или чтобы ничего, чего-то не случилось, мне надо сделать. Чтобы было так, мне надо сделать. Или чтобы не было, мне надо сделать. Понимаете? И вот здесь и формируется основная структурная, глобальная проблема, связанная с ритуалами. А структурная, глобальная проблема с обсессиями, она немножко другая. Поэтому это немножко два лагеря в обсессивно-компульсивном неврозе. Терапию обсессии мы будем разбирать отдельно, терапию компульсии мы будем разбирать отдельно. Окей? Вот. Какие еще компульсии? Проверки газа, плиты, ручек машин, дверей, мытье рук, квартир, лица, проверка предметов на наличие микробов. Допустим, слишком сильная угроза каких-то предметов, вы очень долго их протираете, проверяете, присматриваетесь. Перешагивание. Вот тут уже более сложные пошли структуры. Перешагивание туда-обратно, переделывание. Вот эти ритуалы уже гораздо более структурны, и они уже гораздо более сложны в терапии. То есть, если человек не может выйти из комнаты, не перешагнув 20 раз порог, здесь уже более сложная структура УКР. Если человек проверяет один-два раза плиту перед выходом, допустим, он вышел из квартиры, потом такой, так, а я проверил, пошел обратно, посмотрел, потом еще раз так, а точно, ага, да, точно, все, пошел и ушел. Вот это действительно туда, но это очень простая история, и она психологического генеза, и очень простого, легенького такого. А когда человек приходится возвращаться уже раз по 5, по 10, и она понимает, что я проверила плиту, но ее тянет назад, вот здесь уже формируются определенные рефлексы и проблемы. То есть, понимаете, шкала УКР, она очень такая, ну, ранжирована серьезно. Есть очень простые обсессии, простые ритуалы, с которыми справиться очень просто. Например, Антон, да, твой случай. А есть случаи, где человек не может уехать на работу, пока он несколько раз не вернется. Или на работу приедет и начнет думать. Да, или еще более сложный, он не выйдет из дома, пока не перешагнет 38 раз. Или, допустим, не выйдет из дома, пока 3 часа не сделает какие-то ритуалы, например, час в душе, час, там, я не знаю, с волосами, час еще где-то, и так далее. Вот, поэтому шкала симптоматическая очень великая. И каждый случай УКР в терапии, вот коллеги сегодня присутствуют, да, очень индивидуальный. Нельзя всех ребят с УКР махнуть под одну технологическую гребенку. Не получится. Всегда надо понимать, что у каждого, на какой шкале он находится. Я вам сегодня покажу в практической части, как с этим работать, безусловно. И про таблетки тоже расскажу. Вот, значит, понятно по структуре обсессии и компульсии. Ваши вопросы по этой части, по самой структуре, именно на обсессии, компульсии и их проявлении. Коротко вопросы, и пойдем сразу дальше. Вопросов нет? Дальше идем. Антон, я даже сомневаюсь. Итак, поехали. Психодинамический подход. Ну, я просто привык, что ребята пишут на лекциях у меня. Психодинамический подход или психоаналитический подход. Слово понимание ОКР или внутренний конфликт ОКР. Сейчас вот послушайте, будет для вас интересно. Многие слышали слово внутренний конфликт? Вообще, кто-нибудь слышал слово внутренний конфликт? Да, это кто не слышал слово внутренний конфликт? Напишите «Я». Я так понял, что здесь слышали, ребята. А вот кто... Напишите «Я», кто не слышал никогда слово внутренний конфликт. В неврозологии, во всяком случае. Кто не знает, что такое внутренний конфликт? Хорошо. Кто знает, что такое внутренний конфликт? Можете мне это сказать своими словами? Что такое внутренний конфликт? Ну, просто своими словами. Написать. Хочу и не хочу. Хорошо. Но мы все хотим и не хотим, но что-то ОКР у нас от этого не происходит. Надо, не надо. Противо... Ну да, согласен. Не могу решиться. Да, тоже. Ну, в принципе, верно, да? Итак, давайте, смотрите. Внутренний конфликт – это борьба... Спасибо. Это борьба противоречивых тенденций внутри психики. Ой, где это у меня? Это борьба противоречивых тенденций внутри психики, где обе части тенденций являются одинаково важными. То есть, это состояние психики, где вы с одной стороны хотите одного, а с другой стороны хотите диаметрально противоположного. И все это затягивается с принятием решений, затягивается с принятием каких-то действий. Проблема в том, что это еще и не осознается вами. И вот когда внутренний конфликт неосознан, когда внутри психики он начинает затягиваться, возникает очень сильнейшее напряжение, и вот она и теология невротического напряжения. Это внутреннее напряжение приводит нас к соматизации вегетативной нервной системы. Особо тревожно-мнительные люди начинают на эту тему заморачиваться, и вот тут начинаются защитные психологические механизмы, цель которых кое-что нам показать. Но мы сейчас говорим об УКР. Пишем. У обсессивно-компульсивного невроза есть свой отдельный внутренний конфликт личности. Он называется обсессивно-психостенический. Описать по-простому этот внутренний конфликт можно так, где личность находится в борьбе между собственными личными убеждениями, моралью, нравственностью, долгом, воспитанием, нормативностью, подчеркиваю. Именно нормативностью. Именно эта нормативность, мораль, долг, эта структура начинает бороться с противоположной структурой реальности, где в реальности приходится идти против этих норм, против этой морали, против этих убеждений. И фактически личность приходится, ну, почти либо ломать себя и делать то, чего он не хочет, мягко говоря, или то, с чем он не согласен по этическим моральным соображениям. Либо где ситуация намеренно бросает его в ситуацию, где он ничего сделать с этим не может. Ну, например, человек говорит самый классический, давайте я не буду сейчас приводить много примеров, а то вы запутаетесь. Понятно вот это определение? Давайте я буду делать много пауз интерактивных, чтобы вы понимали, ставили. Кому непонятно, задавайте, просто пишите знак, восклицательный знак, и я к вам обращусь. Если вы ничего не пишете, значит, все понятно. То есть, противоречие между нормами воспитания, вот сейчас послушайте внимательно, пожалуйста, отвлекитесь от чата, нормами воспитания, это очень катастрофически важная информация, что вы сейчас поняли структуру ОКР. Нормы воспитания достаточно узки, достаточно нормативны. Ваше внутреннее мировоззрение, что такое хорошо, что такое плохо, как надо, как не надо, каким я должен быть, какими я не должен быть. Вот эти нормы являются настолько узкими, что порой это достигает такого маразма, по травке не ходи, травке больно в детстве. Ну, можно сказать, и гибкости тоже, да. Вот, да, то есть, сейчас я поговорю про детство, конечно, по мамам и папам пройдемся, безусловно, но пройдемся с точки зрения не по лицам, а с точки зрения идеологии. Потому что мамы и папы не проходили школы хороших мам и пап, их не учили этому, они с собственного детства пришли, где им тоже досталось нехило, да. Вот, значит, и тут надо понимать, еще раз, внутренний конфликт в чем выглядит. Еще раз, борьба противоречивых внутренних желаний и тенденций. Я боюсь, вот пишем центральную историю, я боюсь быть плохим. Плохим в кавычках, в широких кавычках, потому что слово плохим, оно очень широко должно сейчас с вами поняться. Многие клиенты сейчас не поймут, что такое боюсь быть плохим. Объясняю. Плохим в терапии ОКР я подразумеваю в целом слабым, неуспешным, осужденным, обвиненным, смешным, глупым, неуверенным. Я не должен так поступать, это грех, это плохо. Вот этот самый страх быть греховным, плохим, слабым, неудачником, неуспешным, вот этот страх быть плохим, понятно, что я имею в виду? Потому что я потом буду говорить слово боюсь быть плохим, чтобы вы понимали, что я имею в виду. Это как в контракте, в договоре. Помните, первый пункт, дальнейший именуется быть плохим. Вот я вам сейчас объяснил, что я буду говорить дальше в нашем занятии. Страх быть плохим, понятно, что я имею в виду под этим? Неудача, провал, катастрофа, лошара, посмеются, осудят, мама поругает, папа будет недоволен, что скажут родители, что скажет бабушка, они подумают, что я никакая, ну и так далее. Вот, да, вот понятно, что я имею в виду под слово быть плохим. Круто, отлично. Вот это слово быть плохим я буду использовать дальше. Теперь смотрите. За мою многолетнюю относительно практику я увидел следующее, что все клиенты, которые приходили ко мне с навязчивыми мыслями кого-то убить, ножей, маньяков, педофилов, сойти с ума. Вот подумывайтесь, и мы сейчас переходим к обсессии, понятно, да? Вот сейчас говорим об обсессивной части, о навязчивых мыслях. Вы уже начали говорить об этом практически. Смотрите, как выглядит история. История выглядит таким образом. Мои клиенты в терапии. Ну, выясняется. Ну, допустим, возьмем человека со страхом стать маньяком-убийцей. Это один клиент. Другой клиент боится сойти с ума. Это второй клиент. А третий клиент боится убить свою жену или детей. Это третий клиент. Итак, стать маньяком, педофилом, сойти с ума и убить жену и детей ножом, допустим, на кухне. Есть такая история у нас в группе? Как я сегодня очень активно. Ага. Итак, стать маньяком-убийцей, сойти с ума и причинить кому-то вред неконтролируемым действиям. Ну, уже 3-4 человека уже хорошо. Ну, есть. Наверное, остальные стесняются. Смотрите, что объединяет этих людей. Они, естественно, незнакомы и у всех разные навязчивые мысли. Но вы видите теперь одну структуру? Антон, ты сам. Мы с тобой это обсудим. Не мешай. Структура стать маньяком-убийцей, структура причинить вред, структура сойти с ума. Под этим всем стоит страх, как я, запоминайте, как я подведу тех, кто в меня верит. И вред мыслями тоже, безусловно, сейчас мы об этом поговорим. Как я боюсь не оправдать доверие. Как я боюсь разочаровать маму. Как я боюсь разочаровать папу. Как я боюсь разочароваться, черт побери, сам в себе. И вот это является фундаментальной историей о том, что если человек слишком сильно боится стать плохим, подвести, в его голове начинают образовываться иллюзии про то, каким образом он это сделает. Вот у меня есть услуга ватсапа. Вчера я познакомился с новым клиентом, он как раз об этом говорит. Бывают такие формы иллюзий, где клиенты начинают считать, что их форма мышления материализуется. То есть от того, что они думают, что-то произойдет. Это тоже форма, я боюсь быть плохим. То есть, еще раз. Я боюсь что-то сделать, и буду плохим. И я боюсь думать что-то, и я буду плохим. Ну, например. Например, если я негативно думаю, что-то произойдет с моими родственниками. И чтобы с ними чего-то не произошло, я должен что-то сделать. Или я негативно думаю, я накликаю беду. Или если я об этом думаю, то я плохой. Или если я об этом думаю, то я точно маньяк. Ведь нормальные люди об этом типа не думают. А если мне это в голову приходит, значит я какой-то нездоровый. И вот здесь начинается первая проблема, о которой мы начинаем говорить более детально. Слушаем внимательно. Люди с ОКР начинают считать, что их мысли... Скай, ты сегодня очень активный, не отвлекай, пожалуйста. Люди с ОКР начинают считать, что их мысли... Стать геем, это тоже стать плохим, тоже очень частый страх. Конечно. Абсолютно. Люди начинают считать, что их мысли способны причинить вред близким или доказывают то, что они плохие, сумасшедшие, и что-то произойдет. Понятно? Это иллюзия. Потому что, когда у ребенка есть структура, я боюсь очень сильно быть плохим, запоминайте сейчас очень важный момент. Он всю жизнь будет искать страшилки и возможности, где он сможет стать плохим и как. И тут все будет зависеть от течения обстоятельств. Вот если у моего клиента, он замкнулся на историю про то, что от того, что он думает, может что-то случиться, поскольку он очень сильно боится быть плохим и неуспешным перед семьей, он начинает думать, что его мысли способны причинить вред семье и что-то с кем-то случится, если он об этом думает. Ну, типа накаркает. Вот это, да? Вот это огромная иллюзия ОКР, которая тоже вызывает основную структурную проблему. Люди говорят, я не должен думать об этом, потому что если я об этом думаю, это плохо. Я не должен, эти мысли не должны лезть ко мне в голову, потому что это ужасно, почему ты ко мне лезешь. Если я об этом думаю, значит я этого хочу, как вы говорите. Второй тезис, запоминайте. Если вы думаете о том, как вы там что-то с кем-то делаете, или вы думаете и боитесь сойти с ума, или вы смотрите на ножи на кухне и говорите, блин, а что если я сейчас их возьму, а если я что-то сделаю, вот вы должны понимать, что клиенты наши не видят разницы, запомните, между страхом и желанием. Вы не видите разницы между страхом и желанием. Вы не видите разницы между желанием что-то сделать и страхом что-то сделать, Потому что вы путаете основную концепцию, что человек, который боится, он этого не сделает, если у него нет желания или необходимости. Люди с ОКР настолько не доверяют себе, они настолько в себе не уверены, с детства причем, вы заметите, они настолько с детства имеют заниженную самооценку, где им постоянно в жизни приходится доказывать, что он не осел. И если ему приходит в голову мысль о том, что ты что-то можешь или хочешь, вдруг ты едешь в метро и смотришь на девушку, у тебя мысли такие, а вдруг я сейчас? У обычного человека эти мысли вызовут либо возбуждение, либо иронию. У пациента с ОКР эти мысли вызовут страх, потому что он начнет эти мысли воспринимать как желание. Заметьте, воспринимать как желание, поэтому он этого и испугается. Пока не пишите ничего, ребята, я сейчас мысли буду терять, ладно? Он этого испугается. Он испугается своих мыслей и подумает, что это какой-то позыв или еще что-то. Это важная часть, которую нужно понять. Первое, вы осуждаете свои мысли, говорите, если я об этом думаю, я плохой, если я об этом думаю, то я точно какой-то сумасшедший. Это первая ошибка. Вторая ошибка о том, что вы о чем-то думаете, вы говорите, я этого, видимо, хочу, и я точно плохой. Запомните, если каждый человек имеет право думать о том, о чем он хочет, и его мысли о том, о чем он думает, остаются лишь у него в голове и в образах. И вы не должны этого бояться. Мы говорим сейчас про ОКР, да? Это очень важно. Это важная история про то, что вы путаете ваши мысли и их наличие с доказательством о том, что вы какой-то плохой, больной и так далее. Вот эта часть тезисного блока «Ясна» про мысли. Давайте сейчас третий блок, и сейчас подведем маленький итог промежуточный. Третий большой тезис. Вы считаете, что ваши мысли могут как-то материализоваться. Это иллюзия. Ваши мысли никогда не могут материализоваться. Ваш страх из детства быть плохим диктует деструктивную логику. А как я буду плохим? А если я это сделаю, я буду плохим? А если я это сделаю, я буду плохим? А если я об этом думаю, я буду плохим? А если я это делаю, я буду плохим? А если это, я буду плохим? А так, я буду плохим? Блин, а если я сойду с ума, я же тоже буду плохим? Меня же психушку закроют. И мама и папа скажут, ну вот, мы же говорили. А друзья скажут, ну мы же говорили песню какой-то лошара. Вот он все-таки им стал. поэтому обсессивная история укр в глубокой своей причине а мы сейчас говорим о глубоких причин на прежде всего понимаете это страх быть плохим осужденным ребенком где ребенок всю жизнь пытается не стать этим плохим человеком это есть его основная идея я не должен стать плохим а реальность такова что где-то ему приходится быть плохим или где-то антон что-то может не получаться и вот когда у такого ребенка что-то где-то не получается или он начинает оценивать свои мысли и действия как плохие и и происходит тот самый динамический внутренний конфликт потому что его нормативность я не должен стать плохим и для этого должен быть хорошим сталкивается с реальностью что мне приходится быть плохим или я себя таким оцениваю и вот на этой границе реальности и убеждений и сталкивается очень сильные два вектора нормативность я не должен быть плохим мальчиком с одной стороны а с другой стороны у меня не получается быть хорошим мальчиком либо из-за того что у меня в жизни не получается какие-то там сферы на профессиональный либо потому что я постоянно о чем то думаю а вдруг я кого-то там что-то и я точно буду плохим а вдруг я сойду с ума и я не смогу бабло заработать а вдруг я сойду с ума и я не смогу маме купить Мазерати. А вдруг я не успею посадить дом? А вдруг я не успею посадить дерево? И вот здесь все и начинается. Да, что вы изначально, не задавайте пока вопросов, пожалуйста, что вы изначально с детства имеете вот эту структуру. Я не должен быть плохим ребенком. Я докажу, что я неплохой ребенок. Я боюсь быть плохим ребенком. Я боюсь, что меня накажут. Тут разные варианты просто пошли, да, я сейчас все перебираю. Я боюсь, что меня накажут там или родители. Я боюсь, что от меня откажутся и я останусь одна. И чтобы я не осталась одна и не была брошена родителями, я буду делать все очень и очень хорошо. И если у меня что-то вдруг в жизни не пойдет, о боже, я плохая женщина. А потом у меня возникает в голове мысль, а что это со мной? А может это шиза? А если у меня шиза, я же точно не смогу быть успешной женщиной. Караул! А у меня точно не шиза? А у меня точно не шиза? А у меня точно не шиза? Так, форум, форум, помоги мне. Симптомы шизофрении. Ой, блин, кажется, похоже. Все. Блин, мазерати не успею. Это не успею. Караул! И начинается. А как я садю с ума? А точно не садю с ума? Ой, а что это самое? А я точно садю с... не реализоваться, быть плохим, подвести папу, подвести маму, подвести себя, подвести свою вот эту детскую идеологическую картину. Я должен быть хорошим и не должен быть плохим. А потом начинается вариант. А как я буду плохим? Сойду с ума, убью, упаду, потеряю контроль. Кто мне теперь? Переходим плавненько к параллельно, плавненько к ритуалам. Понимаете сейчас, о чем я буду говорить? А теперь смотрите. Ритуалы, запоминаем, являются стратегической частью ОКР. Теперь смотрите, как это выглядит. Это сложный концепт. Ребята, ОКР это самый сложный невроз, поэтому сложно в этом разбираться. А уж говорить об этом и учить этому еще сложнее, поверьте. Смотрите за моими руками. Я не чумак, не бойтесь. Есть детство, в котором есть страх быть плохим. Это понятно? Мы поговорим о том, как это формируется. Сейчас чуть попозже. Понятно вот этот страх быть плохим в целом? Подвести, ошибиться, э-э-э-э. Вторая часть. Начинается мыслительный процесс А как? А как мне не быть плохим или А как я смогу быть плохой, да? Понимаете? И вот тут начинаются страхи. А вдруг я это, а вдруг я это, а вдруг я это, а вдруг я это и это. А вот ритуалы или компульсии являются стратегической частью, что мне надо сделать, чтобы не быть плохой. Понимаете? Чтобы, допустим, из второй части, а вдруг я не проверю, а надо проверить газ, а то квартира загорится. Ритуал я проверю много раз, чтобы не быть плохой. Или, допустим, если я подумаю об этом, с моими родственниками что-то случится. Ритуал, значит, я должен подумать о чем-то другом или подумать по-другому, чтобы не случилось и я не был плохой. То есть, все ваши действия, проверки и прочие вещи абсолютно фантазийные. И они сделаны вашей психикой, как способ сублимации, самой главной тревоги. Я не должен быть плохим, а как мне это сделать? Как мне сделать так, чтобы не быть плохим? Если у меня угонят машину, все скажут, что я лошара. А они не должны сказать, что я лошара. Я же не лошара. Мама, мама, я не лошара. А если у него будет машина, все скажут, что я лошара. Что надо делать? А не угнали? Нет? А точно не угнали? Так, надо проделать. Я точно? А точно? Начнет себе не доверять. Я точно ее закрыл? Ага, точно? А точно стоит? Стоит, да? Ага. Стоит. Точно стоит, да? Точно закрыл? И вот оно начинается. Это такой банальный пример. А что-то я странно проверяю замок квартиры. Потому что, опять же, если ее ограбят, что ты о себе подумаешь? Блин, я лошара. Чего же я не проверил замок? Ну, как я мог? А чтоб не быть плохим, надо проверить? А, точно проверил? Точно не лошара? Я точно могу? Я точно не лошара? Ага, я не лошара. То есть, закрыл, да? Ага, закрыл. Все. Нормально. Нет, блин, а вдруг лошара? А вдруг все-таки не закрыл? И вот оно начинается. То есть, сейчас. Ритуальное поведение и проверки или контроль является стратегией, которую вы сами выбрали для того, чтобы не быть лошарой. Понятно? Вот так вот объясняю, если я. То есть, я сделаю это или сделаю это или сделаю это, что бы ни случилось того, чего я боюсь. А я этого боюсь, потому что я буду плохим сыном, отцом, мужем, женой, дочерью. Понятно? Вот здесь и возникает вся проблема. А теперь самая главная история про то, что на самом деле все ваши ритуалы, все ваши навязчивости абсолютно фантазийны. Подумаете вы так или не подумаете. И если мы сейчас все об этом подумаем, или мы сейчас все почешем левой рукой правое ухо, от этого нихрена в нашей жизни не изменится. И все ваши проверки, если машину захотят угнать, ее проверят, ее угонят и хоть вы сто раз там обдергаетесь эти ручки. Если кому-то суждено умереть, он умрет и так. Неважно, думаете вы об этом или не думаете. Если кому-то, если люди захотят подумать, что вы смешной и глупый, они подумают об этом и будет чего есть. Если я буду, вот смотрите, если я буду сидеть вот так, добрый день, мы сегодня поговорим о обсессивно-компульсивном расстройстве. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Я расскажу вам о интереснейшем моменте психотерапии. Вот теперь запоминайте тезис. Это очень важно. Ваше навязчивое желание быть хорошим и не быть плохим, да, то, что я сейчас показал. Вот это ваша стратегия. Оно производит гораздо больше негативного впечатления, чем нежели вы будете таким, какой вы есть. Но эта тема социофобическая пошла, но тем не менее это важно понимать. Людям с ОКР кажется, что если он это не сделает, или если он это сделает недостаточно хорошо, случится самый главный страх его жизни. Что-то произойдет, и он себе этого не простит, потому что он не должен быть плохим сыном, ребенком, отцом и мужем, и женой. И чтобы не быть плохим, он должен все контролировать, он должен все лежать под контролем, он должен все проверять и быть во всем уверен. А для этого требуется определенный ритуальный механизм. Вот эта часть понятна, интересна? Давайте сейчас брошу. Было что-то сейчас интересно, вот этот момент, который стоит за всей этой штукой? Ну да, Игорь, верно. Хорошо. Давайте на этом градусе сейчас продолжим. Окей. Итак, потом вопросы. Дальше. Смотрите, что в структуре? В структурно это можно распределить вот так. Смотрите за моими руками. Ситуация, например, я сейчас приведу примеры всей из реальной практики. Вы умываетесь. Вы умываетесь, допустим, там, скрабом или делаете пилинг, я не знаю, наносите маску на лицо, мажете лицо кремом, неважно сейчас, да. У вас какой-то утренний эмоцион, вы умываетесь. И умывается наш клиент. Обоим попадает в рот гель для умывания. Нам, ну, давай так. Человеку попадает гель в рот, что он подумает? Для умывания. Он испытает дискомфорт, правильно? Согласны? Человек испытает обычный дискомфорт, когда он попал гель для умывания в рот или гель для душа. Испытает. Испытает дискомфорт. Он выплюнет и скажет, какая гадость. А вот клиент с ОКР с определенной структурой подумает. Ой, а чем бы мне это грозило? Тан-тарарам. И разовьет совершенно идиотическую деструктивную логику на тему там, как ему это грозит. Поэтому я перешел ко второй части наших пациентов. Это люди, которые имеют не столько историю про плохой, ярко выраженную, да, которую я говорил сейчас в первой части мероприятия, а люди, которые имеют огроменную деструкцию на тему, как мне это повредит. И они всю свою бытовуху начинают деструктивно рассматриваться, ну да, начинают рассматривать, ну это не надо такое называть, это действительно деструктивная логика. Они начинают рассматривать это как опасность. И я не шучу, это реальные примеры, я работаю с этим каждый день 6 дней в неделю. Попало что-то в рот, что-то мог проглотить, а где-то что-то может быть нечисто. А вдруг все, я не буду сейчас перечислять все варианты, потому что их очень много, да, но все это имеет какую структуру? Ситуация, отношения, эмоция, поведение. Еще раз, ситуация, отношения, эмоция, поведение. Мне попал гель для душа в рот, мне, например. Мне некомфортно, неприятно, выплюнул, моему клиенту попал гель для душа в рот, он подумал, о боже, а вдруг я отравлюсь, а вдруг это опасно, а чем бы мне это грозило? У него начинается страх, внимание, слушай, начинается страх и тревога. И чтобы эту страх и тревогу убрать, что он должен сделать, как вам кажется? Он должен выполнить определенные процедуры, как ему, опять же, кажется, достаточно хорошо. Да, сто раз помыть рот, прорезонфицировать его и так далее. То же самое касается других структур ОКР. Что-то произошло, это вызвало у вас нереальную тревогу, потому что вам кажется, что это опасно, и вы должны сделать какое-то действие, чтобы эту внутреннюю тревогу подавить. Мы это называем сублимировать. Я, не разгоняя тревогу, или тревогу, которая у меня поднялась, сублимирую в какое-то рациональное действие. Ну, например, я выхожу из дома, закрываю квартиру и не сакцентировал на этом внимание. Ну, я о чем-то думал в другом. И я дошел до лифта и вспомнил, что, блин, а я закрыл или не закрыл? Я просто не помню. У меня есть обеспокоенность, у меня поднялась легкая тревога, и я пошел и проверил. Я сказал, я проверил, понял, что все-таки я закрыл, моя тревога опустилась, и я пошел дальше. Наши клиенты так не работают. Они примерно говорят так. Они все время себе будут не доверять. А вдруг недостаточно я закрыл? А может быть, там внутри квартиры что-то случилось? Потому что это опять про то, что я не верю себе и я буду плохим. По поводу страхов категории пациентов, которые боятся, что что-то им повредит, это не поверить, это огромное количество пациентов. Огромное. Но поверьте, это очень, это лечится и лечится достаточно хорошо. О терапии мы сейчас будем говорить отдельно. Так. Так. И третья категория пациентов. То есть, давайте так. Первая категория пациентов, которая активно боится быть плохим и придумывается всевозможные фантазии, фантазии про убийство, смерть и так далее, и тому подобное. И ритуалы на тему, чтобы этого не случилось. Вторая категория пациентов. Это те люди, которые во всем начинают видеть угрозу себе и придумываются возможные действия, чтобы от угрозы избежать. Например, мытье рук и так далее. И третья категория пациентов. Это люди, которые боятся, что не реализуются их жизненный план. И этот план, черт побери, надо успеть реализовать. Иначе они будут плохими и так далее. Давайте сейчас поговорим о самом внутреннем конфликте. Хочется сосредоточиться на таком особом моменте, о котором я не так много говорю, о ритуалах чистоты. Напишите, пожалуйста, у кого есть ритуалы чистоты? Отряхивание, мытье рук, мытье своего тела. Я вам просто хочу историю одну рассказать, которая очень неплохо иллюстрирует ОКР на эту тему. Как вам кажется? Ну, я уже говорил, кстати, об этом примере раньше в своих роликах. Чтобы все было на местах, это тоже деструктивная логика. Вам кажется, что если все будет на местах, то что-то будет. Вот это ошибка. Даже если вы все раскидаете, ничего не изменится. Итак, как вам кажется, что стоит за ритуалом много раз помыть руки, много раз помыть квартиру, много раз помыть свое тело? Тот, кто знает, не говорит. И если кто-то знает, скорее всего, есть те люди, кто уже знает. Отчистить совесть. Так, еще варианты. Хорошо. Федор прав. В целом, ритуал чистоты с точки зрения психодинамики понимается как метафору «я грязный, я плохой». Опять же. Как это возникает? Возникает это по такому странному механизму. У человека в жизни происходят определенные… Ну да, грехи тоже, конечно, вы же грешные все, как нам говорят. У человека в жизни происходит определенное отношение, в каких-то обстоятельствах. И именно эти отношения вызывают определенное отношение. Отношение к отношению. Отношение к отношениям. Ну, допустим, дома, на работе, в социальной жизни. Человек начинает считать себя плохим. Либо, как показала правильно Светлана, девушка вступила в половой контакт с кем-то и начинает очень сильно себя винить. Поняли? Я грязная. Я порочная. Это ужасно. И вот тут могут сформироваться механизмы, где эта грязная, в кавычках, и порочная девушка, допустим, после какого-то процесса пришла домой, у нее поднялась очень сильная внутренняя тревога, что она грязная, плохая, плохая дочь, плохая жена, плохая мать. И ей стало легче, когда она вышла из душа. А потом ее тревога опять поднялась. А потом она опять пошла в душ, и опять стало легче. И ее мозг зафиксировал рефлекс о том, что ее тревога уменьшается, когда она идет в душ. Ну, конечно, высшие силы накажут, безусловно, походу вам ата-та сделают. И вот здесь формируются ритуалы чистоты. То есть, вы начинаете мыться или мыть какие-то части тела или квартиры, чтобы успокоить свою внутреннюю тревогу. А внутренняя тревога связана с тем, что вы относитесь к своей жизни как-то деструктивно. Либо вы что-то совершили, за что вы считаете себя грязной и порочной, либо что-то происходит, за что вы считаете себя плохой. Давайте потом. А может быть, типа, я грязный урод, потому что поступил плохо по отношению к нему. К нему это к кому? К кому нему? Ну, к нему это к человеку какому? Ну, да, конечно. Ну, например, пример вам. Классический из терапии, Федор. Девушка пришла на работу, она замужем, и все у нее было в порядке. Она очень нормативная, безусловно, у нее очень такое правильное воспитание. И на работе, ты не поверишь, она втюрилась в системного администратора. И в какой-то вечер они остались вдвоем в офисе, и случилось непоправимое в офисе. И как ты думаешь, с ее нормативностью она к этому отнеслась потом? Она сначала голову в офисе потеряла, но потом, когда аффект закончился, она потом рассказывала, что вплоть до суицидальных мыслей, как она плохо поступила, и какая она грязная и порочная. И, безусловно, поднялась огромнейшая внутренняя тревога, огромнейшее самонаказание, огромнейшее самобичевание, и она ушла в очень сильные навязчивости, что ее накажут, во-первых, там, во-вторых, она плохая жена и низкий человек, она начала и мыться, и мыть квартиру, и беспокоиться о своем здоровье, чего там только не было. Потому что вся эта история про то, какая я плохая, порочная, грязная и так далее и тому подобное. В другой случае, парень, молодой предприниматель, у него детство сложно таким образом, что он очень любит свою маму, и он очень сильно боится ее подвести, потому что если мама будет недовольна, проще говоря, совсем простым языком, это плохо для него. И вот он говорит, чтобы мама не беспокоилась, я должен быть хорошим мальчиком, хорошо зарабатывать, купить маме Мазерати, а лучше Феррари, и вообще я буду очень хорошим сыном, я очень буду нормативным, правильным сыном, вот такое воспитание. А у него в жизни происходит так, что у него не фартит. Ну не фартит, ты подумай. И он начинает очень сильно себя винить и уже начинает потихонечку себе не доверять. И вот здесь возникают его ритуалы, как метафора снятия напряжения, которая возникает у него из-за сильного стресса, потому что у него не получается сверхценность идеи его жизни. Поняли пример? То есть, теперь к терапии переходим. Все ваши ритуалы и навязчивости имеют основную природу. Я боюсь или я уверен, что я плохой. Ваша обсессия и компульсия связаны с тем, а как я смогу стать плохим? И тут, ребята, голь на выдумку хитра. Кто что не боится? Есть еще такая категория пациентов, о которой я не сказал, но, наверное, надо сказать. Многие клиенты боятся умереть. Ну, допустим, вот эти клиенты, помните, о которых я сказал, что они во всем видят угрозу? А как вам кажется? Вот, допустим, клиент говорит, мне попало гель для лица, я его съел, или там я съел какой-то продукт и я умру. А как вам кажется, почему именно эта категория пациентов так сильно боится умереть? Как вам кажется? Какой структурный страх стоит за страхом умереть? Вы же не знаете, что за страхом умереть есть еще один структурный страх, да? Вы сейчас узнаете. Какой структурный страх стоит за страхом умереть? Не успею ничего, умереть это плохо Молодцы, молодцы, да, верно, да, супер Потому что, опять же, не успеть, не реализоваться У меня к 30 годам должно быть Маме, Феррари, папа, мне, жене, это, 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 это И без этого меня не пустят, не туда, я, моя жизнь никчемная и так далее И если этот список слишком большой, слишком жесткий И человек начинает предъявлять к себе огромнейшее требование, что он должен успеть Поверьте мне, любое пронзание и укол в области сердца В области еще там где-нибудь Будет вызывать огромную тревогу за смерть себя любимого Потому что, если он завтра откинется, он же не успеет Тем самым будет плохим, тем самым не реализует страх Умница Владимир подсказывает мне Так же происходят навязчивые страхи про инвалидизацию А если у меня шарахнет инсульт, а если я попаду туда и туда И я останусь прикованный к кровати Я же не успею и не смогу быть эффективным для своей семьи Вот на этой структуре и базируются основные фобические и навязчивые истории Понятно? Ну конечно, но опозориться это больше социофобическая история Но она тоже имеет место быть в УКР, конечно Я опозорюсь, я не должна же быть плохая, да, Софья? Вы же не должны быть плохой Вы же должны быть правильной женщиной Так как вас учили в детстве Потому что если вы опозоритесь, то это катастрофа же, да? Это же не должно случиться И что вы делаете, чтобы не опозориться? Вспоминаете, да? Вы делаете много лишних вещей, как вам кажется, чтобы не опозориться На самом деле эти лишние вещи убирают у вас огромное количество энергии Что умрешь, что опозоришься одно и то же Ну, я не согласен Но если вы так думаете, то, видимо, в этом есть большая проблема Потому что если для кого-то слово «умереть» это опозориться И это одинаково, то у меня возникает много вопросов к этому человеку Потому что смерть и позор это совершенно, ну, разные вещи Как правило, если вы считаете, что смерть это позор И не должна умереть, потому что это позор То это, конечно, большая проблема Умереть значит подвести родных Заставить их страдать Вот, вот, вот Да, 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 да Жалко, да Опять же, куда мы приходим, ребята? Я какая? Я заставлю их страдать Еще один, находите, терапевтический пример Я своей смертью заставлю страдать близких И я плохая, поэтому я не должна умереть, поняли, да Опять же, я не боюсь быть плохой Еще один терапевтический пример очень интересный Теперь переходим к детству Всем же интересно про детство, да? Ну, наверное, кому-нибудь по этиологии Девушка привыкла считать Что мамины слезы в детстве Мамины эмоции Мамины переживания Связаны с тем, как ведет себя ребенок Слушайте сейчас внимательно Это очень важный пример Ребенок привык считать Что мамины эмоции Мамины слезы И мамина реакция Продиктованы тем, как ведет себя ребенок Все это услышали? Именно в таких отношениях Отчасти формируется история про то Что от меня зависит мамина здоровье От меня зависит мамина эмоциональное состояние Это бессознательно впитывается И это иллюзия Это огромная иллюзия Потому что мамины эмоции в детстве И мамины слезы И так далее Связаны не столько с вами Сколько с ее личным неврозом И ее детством И ребенок Никакого отношения здесь не имеет Ребенок это всего лишь на всего повод Для того, чтобы это проявить Но не создать И то, что происходило в вашем детстве С вашей мамой, папой и так далее И это не вы создавали И не вы за это в ответе В ответе они за то Как они реагировали Благодаря собственному неврозу Собственного детства Вы не создавали ее эмоций Это она их создавала Благодаря своим убеждениям И вы не должны А ребенок что сделал? А ребенок себе сказал следующее Ребенок же он же ребенок И он не понимает многих вещей Естественно Хотя и взрослые многих вещей не понимают Ребенок говорит Это из-за меня мама плачет Это из-за меня мама тревожится Это из-за меня у них так Я плохая девочка Я не должна причинять маме и папе Боль и страдания Я плохая И вот так формируется Нормативность Именно эти детские отношения Формируют ОКР Ну да Именно это И не знает большинство психотерапевтов Потому что они считают Что детство оно как-то Ну ни при чем Причем с детства Это большая беда Наших психотерапевтов К сожалению Многих Ну по-разному Я рассказываю про Большой пласт пациентов Как формируется этот страх Быть плохим Ребенок винит себя И ребенок считает Базис на себя плохим Второй вариант Это первый вариант Когда девочка и мальчик считают Что они создавали Мамину эмоцию Второй вариант Формирования ОКР В детстве Это когда Ребенку Начинают Втягивать Буквально Ребенку начинают Втягивать Следующее Не делай так Начинает верить Верить в то Что За определенные вещи Ему Влетит И влетит Нехило Классическое ОКР Это пятерышник Любой Пятерышник Это Невротик Объяснить Почему Потому что Когда ребенок Говорит За пятерки Меня можно любить И я хороший За двойки Меня любить нельзя И я плохой А вы не поверите Все ваше детство Пропитано Этой идеологией А потом вы удивляетесь Почему у нас У всех неврозы Так тебя любить можно Так тебя любить нельзя И чем уже Эти рамки Тем хуже Симптоматика Поверьте Вот парадокс Если Вы не представляете Но дети Самоубийством Заканчивают жизнь Потому что Он получил 4 Потому что Мама его строится И что вы думаете Это нормально? Потому что Ребенок Воспитывается В истории Про то Что если 5 То ты хороший И умница А если 3-4 То что-то ты Тупенькая Какая-то И вот здесь Формируется Как раз Вот эта Большая Психологическая Проблема Когда я Хорошая И какая Когда я Тупенькая И если Родители Формируют Слишком узкое Понимание Хорошая Девочка Хороший Мальчик Я Рассказываю Как он Это Видит Ром Вот тут И формируется Эта проблема Чем Уже Способность Любить Ребенка У родителей За разные Виды Поведения Я Тем Хуже Невротические Проблемы В детстве В жизни Потом Возникнут Все Пятерышники Это все Больные Люди Я не побоюсь С этого слова Это люди Очень нормативные Привыкшие Делать Так Как Надо Чтобы Их Полюбили И привыкли Огромно Переживать И нервничать Если Будет Хуже Конечно Здесь Есть Некая Позитивная История Что они Работоспособны И такие Умницы Но я вам могу Сказать Что если Вы Приложите Немножко Усилий То вы Любого Пятерышника Доведете До невроза На работе Очень легко И сам Этот пятерышник Доведет себя До работе Очень легко Ну предположим Вы работаете В одном коллективе С пятерышником Отличником Который Вот такой Да А то мама Они полюбят Ему уже пятерка Ей нужна Она уже Правильная девочка Доброе утро Моя Виктория Девна Я вам кофе Сделала Здравствуйте Любите Пожалуйста Печать Ага Я все сделал Я хороший Вот А если Такой у вас Есть человек В отделе А рядом Сидите вы Как бы Привет Здорово Как выходные И вы работаете Если происходит Какая-то Острая Ситуация На работе Стоит Этому Пятерышнику Быть Вынужденным Плохим Не суметь Справляться С определенной Ситуацией И это Чуть-чуть Затянется В отделе Вы Увидите Как она Капает Корвалом Как она Переживает О Боже Это ужасно Это кошмарно Как же так Маргарита Сергеевна Что будет Начинается Невротическая Реакция А если Это еще Подкрепляется Очень сильным Чувством Вины Допустим К начальнице Как к матери В переносе Или вины К себе Что все Меня уволят Я никому Буду не нужна Меня оставят Одну Вот тут Начнутся Всевозможные Невротические Проблемы Поэтому Чем жестче И уже Воспитывают Детей В понимании За что тебя Любить можно И за что Тебя любить нельзя Тем хуже Симптоматика Вот прям Можно цитировать Эту историю Чем уже Воспитание Тем хуже Симптом Соответственно Парадокс в том Что Действительно Успеха Добиваются В жизни Не пятерышники И здоровье В жизни Добиваются Далеко не пятерышники У пятерышников Что-то как-то Не очень Все со здоровьем Знаете ли Как-то у них Очень странно Все со здоровьем В основном Успеха И такого Отсутствие Невроза Такие Ребята Два Три Четыре Туда Если у меня У меня было Пять Не любят Значит Теперь Не любят Начнется Большая проблема Но Конечно Не все Есть пятерышники Будут такие Здравые Но это Большая редкость Поэтому Теперь Сама Терапевтическая История Здесь Гораздо Более Сложно Давайте Теперь Вопросы По первой Части Понятно Что Есть Обсессии Компульсии Есть Тормативность И есть Вот Смотрите Мысль о том Как я буду Плохой И о том Как Этого Не допустить Вот Эта структура Сейчас Понятна Из первой Части Как Вообще Что Такое Если Это За Невроз Что Это За Проблема Если Понятно То Задавайте Вопросы По этой Первой Части И мы Перейдем К Терапевтической Истории Которая Очень Сложно Вопросов Не будет Да Или В конце Будут Да Вопросы Наверное Но потом Вопросы Наконец Оставить Да Да Игорь А все Остальное Является Лишь Формой Фантазии А как Я Буду Плохой И Что Мне Надо Сделать Чтобы Плохой Не Быть Проблема В том Что Пациенты Этого Не Понимают Они Сужены До Такого Состояния Что Им Кажется Что Я Не Понимаю Что Я Делаю Почему Я Так Думаю Какие Мысли Ездят Гол Что Это Странно Они Повернуты В Историю Своих Симптомов И Они Никогда Не Необычный Неправильно Я Сказал Стоит Сильный Страх Быть Плохим Ребенком И Плохим Человеком У Всех У Нас Он Есть Согласитесь Но Никто Не Хочет Быть Плохим Правда же Я Не Очень Хочу Быть Плохим И Вы Не Очень Хотите Но Я Сказал Что Я Не Должен Ну Да Не Желаю Не Должен Да Почему Не Увязывайте Смысл Увязывать Чертами Характера Я Не Люблю Психологическую Акцентуацию Характера Смысл Какой Зачем Это Увязывать Людям Надо Помогать Более Конкретно Ну Увяжу Я Допустим Это Шизой И Че Ну Дальше Че Ну Увязал И Я Не Вижу В этом Терапевтического Какого То Понимания Ну Шизой Ну Прикольно И Ну Какой Как бы Смысл Какой Ну Я Шизой Дальше Че Поэтому Здесь Надо Понимать Что Че Тут Увязывать Многие Психологи Особенно Клинические Им Нравится Чуть Повязывать С типом Личности С типом Характера С акцентуацией Я Все Говорил Когда Была Клиническая Психология В институте Тестирование Точнее Я Все И Че Ну Дальше Че Ну Вот Видишь У тебя Шкалы МПА Вот Здесь Так Я Ну Это И так Ясно И Поэтому Клинические Тестирования И Всякие Классификации Они Ничего Кроме Архива О пациенте Не несут В принципе Алексей Как я Понимаю Должен Возникает На Не могу Да я бы Не сказал Не знаю Ну Не могу И Должен Не могу Это Ты Странный Игорь Вопросы Задаешь Я Не Очень Тебя Понимаю Я Не понимаю Чем Ты Деваешь Подай Потом Ты Меня Сбиваешь Какие У тебя Глубоко Философские Вопросы На Тему Какой Я Умный Ну Давай Сейчас Не Об Это Ладно Так Непонятно О Непонятно Почему За Всем Этим Такой Сильный Страх Почему Так Страшна Неудача Ну Потому Что Почему Мы же Об этом Сейчас Говорили Потому Что Если Родители Формируют Историю Или Ребенок Формирует Историю Что Я Буду Виноват В эмоциях Мамы Или Я Виноват В том Что В детстве Происходило Страх Будет Огромной Вины Стоять За этим Чтоб Я Не была Виновата Я Буду Слишком Хороший Чтоб Не быть Виноват А Слишком Хороший Будет Разные Ритуалы Я Не Должна Умереть Чтоб Не Подвести Маму Я Не Должна Ее Как Подвести Другими Способами Либо Слишком Сильная Нормативность Так Делай Так Не Делай Иначе Тебя Накажут Либо Наверху Либо Еще Как Нем Так Делает Плохой Человек Так Делает Ужасный Человек Так Делает Грешный Человек Так Делает Еще Более Ужасный Человек И так Далее Вот Поэтому Здесь Надо Просто Понимать Что Почему За всем За этим Стодит Такой Сильный Страх Этот Страх Стоит У вас С детства Не Почему Этот Страх Воспитан В детских Отношениях С Родителями А Вот Ответ На вопрос Почему А мнение других людей переносится в переносные истории. Ну, например, если у человека, у пациента в бессознательной части психики страх быть плохим перед мамой и папой изначально, да, со временем, когда человек взрослеет, этот страх переносится на окружающих людей. И он не видит разницы между мамами и папами, то есть это начальники, коллеги, какие-то люди. И он начинает этот страх быть плохим перед мамой и папой переносить на окружающий мир, так сказать, разливать вовне, да. Или, допустим, у меня есть там знакомая девочка, у нее огромное чувство вины к своему детству. Она ошибочно считала, что она виновата в том, что происходило в детстве. И именно то, что она сейчас в жизни делает, она взрослый человек уже, она заглаживает свою вину, она для всех очень хорошая, она для всех очень правильная, она для всех прям лютик, цветочек Божий, одуванчик. И упаси Господь этому одуванчику обкакаться, в кавычках, ни за что. Она же будет чувствовать огромное чувство вины. Соответственно, чтобы чувство вины не поднималось, она использует определенные ритуалы и проверку для того, чтобы только не быть виноватой. Безумно удобно и с ней жить людям в обществе, потому что она очень активна для всех. Но при всем при этом она имеет очень много ритуалов контроля, которые не дают ей жить качественной и спокойной жизни. Поняли вот этот пример? Что внутреннее чувство вины вызывает ритуальные действия, я не должна быть виноватой, для этого я буду перепроверять и так далее. Как перестать делать все с оглядкой на других? Прочитай то, что у тебя сейчас белым по черному написано. Катя, у меня возникает много вопросов. Вы об этом много слышали, вы об этом много знаете, а задаете постоянно одни и те же вопросы. Вот у вас написано там. Потому что вы знаете, что никогда для всех вы хорошим не будете. Вы об этом много говорили. И то, что вы об этом много лет слышите и задаете одни и те же вопросы, вызывает немного сомнений каких-то. В любом случае вопросов точно. А что вы тогда слушаете и что вы тогда видите перед вами? Если вы измеряете свой успех, или я, давай я переведу тебя. Если ты измеряешь способность тебя любить и себя как личностью, меры того, что скажут тебе другие, похвалят или полюбят, твоя тревога будет бесконечна. Какой тут логический вывод можно сделать? Что пока ты не отвяжешь свое личностное «я» от того, похвалят тебя или поругают, твоя тревога будет бесконечна. Соответственно, ответ очень простой. А как отвязать? А почему она привязалась? А привязалась она потому, что ты во мнении других людей видишь бессознательный страх быть плохим перед родителем. Или желанием им что-то доказать. Я не должен быть плохой, я не должен быть виноватым. Я буду крутым и хорошим. И чтобы быть крутым и хорошим, я должен быть уверенный. А у меня не получается. И начинается проблема. Ну что, давайте перейдем к терапевтической части. Она еще более сложная. Терапия ОКР безумно сложна. А сложна она тем, как я, помните, уже говорил. Во-первых, поняли, да, вот эту теоретическую основу? Может быть, еще вопросы? Потому что это реально непросто понять. Это вам не паническая атака. Ситуация, мысль, адреналин, бегство, подкрепление. Это гораздо более сложная вещь. Гораздо. А, слушайте, я же не рассказал про таблетки. Чего вы не напоминаете мне? Как я ответственность, да, сейчас на вас переложил за то, что я забыл. Поняли? Прикольный я. Про фармакологию и психиатрию. Смотрите, основная функция психиатрии и психофармакотерапии в терапии ОКР выглядит следующим образом. Помните, когда я вам говорил про тревогу, да, которая поднимается? То есть, допустим, помните схему? Я не должен быть плохим. А что будет? А как я смогу быть плохим? А вдруг я кого-то убью? А вдруг я потеряю сознание? А вдруг я описываюсь, обкакаюсь? А вдруг я что-то подумаю, и это приведет к смерти родственников? Помните вот эту, да, вторую часть, обсессивную? Это вызывает очень сильную тревогу. Понимаете? Помните, да? И эта тревога должна быть куда-то что? Канализирована. Чтобы это ни случилось, я должен сделать это. Чтобы это ни случилось, я должен подумать об этом. Или проверить это. Или сделать как-то вот так. Или присмотреться, помыться, умыться и так далее. Помним, да? Фармакология не лечит ОКР. Как и депрессия и прочую невротическую историю. Они вообще ничего не лечат. Единственная задача фармакологии, как и в депрессии, и в тревожном расстройстве, так и в ОКР, естественно, это снизить что? Кто подскажет мне, пожалуйста. Вот в этой схеме, смотрите. Базовая, я боюсь быть плохой, как это может случиться? Тревога, сублимация тревоги. Умница, правильно. Основная история фармакотерапии – это снятие тревоги. Потому что чем меньше тревоги, тем меньше нужно сублимировать какие-то компульсии и поведение. Понимаете, да? Конечно, не убирает причины. Потому что, смотрите, вот эту еще раз схему на мои руки, если вы их видите. Базовая история. Я боюсь быть плохой, я боюсь быть виноват. И поняли, да? Смотрите. Да, вот это. Потом. А как это может случиться? Эта тревога вызывает. И ритуал. Фармакология работает исключительно тупо с нейромедиаторами, которые вызывают тупо тревогу. Понятно? Поэтому, когда у вас тревога падает, вам нечего сублимировать в ритуал. И ваши ритуалы действительно становятся меньше. Ваши обсессии и навязчивости действительно становятся меньше. Потому что не такая тревога. Соответственно, у кого есть яркая ОКР, ребят, да? Кто в группе сейчас. Помните, что когда вы более-менее уверенный и спокойный, ваших ритуалов не так уж и много. И навязчивости не так уж и много. А вот когда начинается какая-то ситуация, допустим, тост, свадьба, мероприятие какое-то. Как только что-то где-то повышает вашу тревогу и ответственность, ваши ритуалы вдруг резко начинают увеличиваться. Заметили эту закономерность? Что как только ситуация подходит к какой-то ответственности, где повышается тревога, там сразу вас начинают клинить. Вас сразу клинит. Помните эту штучку? И так по кругу, конечно. Потому что ваши компульсии имеют непосредственную связь с уровнем тревожности. Понимаете, да? А ваш уровень тревожности непосредственно возникает от чего? А как я сейчас здесь? Давайте, ребята, у кого УКР, вот у кого УКР нет, просто посидите, у кого вот есть. Помните, да? Что ситуация возникла, тост надо сказать или какая-то ответственная ситуация. Тревога поднялась, ритуалы заклинило. Почему поднялась тревога? Кто мне скажет? Вы пошли, допустим, там попросить бумажку в доконате. И вас вот клинит. Да? Почему поднялась тревога? Вы должны научиться, ребята, это понимать. Почему у вас вдруг резко начинаются учащаться ритуалы или обсессии. Вы пошли в доконат попросить справку о допуске экзаменов. Вы там, я не знаю, там улетали отдыхать. Ну, предположим. Версия мысли. Так, конкретнее развиваем тему. Ну, хорошо. Хорошо. Ммм. Да. Да, молодцы. Итак, вы идете в доконат. И вам надо попросить бумагу. Смотрите, что вы делаете. Запоминаете. Стоп, стоп, стоп. Все, все. Молодцы, правильно. И вы говорите внутри себя, блин, а получится ли у меня? А если у меня сейчас руки затрясутся, что подумают? А если я как-то буду смешно выглядеть, что скажут? И для вас это является сверхценным. Для меня нет. Я вообще могу прийти и сказать, здорово, это самое. Ну, не так, конечно. Я просто скажу, здрасте, мне там бумажку. Что-то, Алексей, ты какой-то зеленый сегодня. Не выспался, что ли? Да, не выспался. Всякое бывает. А что ты такой смешной? Ну, вот такой сегодня смешной. У вас идея в голове совершенно другая. Вы идете в доконат и говорите. А только бы не облажаться. А только бы не показаться зеленым. А только бы не подумали сейчас, что плохого про меня. От этого поднимается тревога. И вы эту тревогу уже отточенным образом начинаете куда-то телесно проживать. У кого-то начинаются заикания, у кого-то какие-то поведения, у кого-то какие-то мысли. А что если, а что если, а что если, а что-то скажет плохо. Нет, не пойду. И вы не идете в доконат. Или в доконат начинают вас клинуть. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-бум-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. И все. И начинается проблема, да? Почему? Потому что слишком сильный страх быть опять же плохим. Поэтому пишем. Первое. Первый принцип. Сейчас выключу. Давайте так Работа над навязчивыми мыслями и ритуалами Прямо сейчас будем всю эту строчку фигачить Окей? Окей Пишем Первое Вам надо понять Что ваши ритуалы И ваши навязчивости Не происходят вот так вот откуда-то извне Потом Не происходят откуда-то извне Они непосредственно связаны Со страхом быть плохим Который проявляется в конкретной ситуации сейчас Если ваши ритуалы вас начинают клинить Где-то, допустим, по дороге в Деканат Или еще там куда-то Вы испытываете тревогу, потому что боитесь впечатления И думаете о том, что вы больной и плохой Именно вот эта мысль о том, что вы больной и плохой И о том, что вы этим самым проявите себя еще хуже Повышает вашу тревогу А ваша повышенная тревога повышает ваши обсессии и компульсии Это первое, что вы должны понять, во всяком случае Вот это понятно? Первая часть Теперь смотрите Сами техники, поехали Когнитивная терапия Здесь двояко Выполняет основную роль Проблема заключается в том Что у клиентов с ОКР и так много логики Которой славится психогнитивная терапия И если излишне переборщить с логикой В терапии ОКР будет только хуже Потому что, когда клиент говорит А вдруг я убил кого-то? Или а вдруг я кого-то убью? Он начинает логически себе доказывать Как он это может сделать? Не веря себе Или а вдруг гель для душа, попавший мне в рот, опасен? Он вам логически объяснит, чем Но там могла быть какая-то кислота Которая вызовет реакцию А вдруг у меня звезды, Меркурий совпал И Меркурий смотрит на Венеру А с Венеру прямо на Землю идет блик Луны А Луна имеет негативную тенденцию Эта негативная тенденция попала в переносный огонь С какими-то нейтронными протонами Эти нейтронные протоны как раз в этот момент Пролетали над Россией И в этот момент я подумал об этом Поэтому случилось так Вот примерно так выглядит логика клиента С ОКР Он докажет вам все, что хотите Каким образом он умрет Каким образом он пострадает и так далее Это большая проблема Поэтому логика здесь Должна быть немножечко видоизменена То есть если вы заставите пациента с ОКР Доказывать деструкцию Тут надо уметь это делать Это зависит от вашего терапевта Первый сократический диалог Который можно провести с клиентом Это с теми, особенно клиентами Которые говорят, что мне попало мыло в рот И это опасно Здесь еще можно Как-то подискутировать на тему Как ты думаешь, почему его выпускают Почему вообще не пишут Да они там опасно То есть какими-то реальными аргументами Мы должны научиться видеть Деструктивную логику То есть когда мы, например, что-то Где-то у нас возникает страх За собственное здоровье И со словами нам это повредит Первое, что вы должны понять Запишите себе это Я сейчас фантазирую? Или это реальность? Это тоже очень важно отследить Потому что 80% тревоги Возникает из-за фантазии А не из-за наличия реальной тревоги Если вы говорите А вдруг случится Это фантазия Значит вы тревожитесь Из-за фантазии А если вы говорите Мне действительно попал гель в рот Это реальность Хорошо, согласен А теперь давай посмотрим Насколько твоя мысль о том Что это тебя убьет Вообще реально На чем она базируется На какой логике И вот здесь начинается Долгий сократический дискус На тему того, что гель для душа Вообще в принципе безопасен И максимум, что он вызовет При попадании в рот Это дискомфорт А связанный с теми там Веществами, которые добавлены В него Но если бы он был токсичен То наверняка Писали бы Не наносить его область рта Ни в коем случае И так далее То есть люди Этого, этой логики не видят Понимаете? Они видят логику Только опасно 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 Я шел под дождем Мне капнула капля дождя в рот А если эта капля дождя Пролетала над каким-нибудь Карибским небом В котором были пары ртути И я эти пары заглотил Понимаете, до чего можно довести себя? Вот реально Я не шучу Это постоянная Моя каждодневная работа Вплоть до Попавших там Этих самых Капель дождя в рот Серьезно Но до психоза-то нет Но до такого состояния Это довести может Потому что человек слишком сильно боится Что его любимому Причинит Причиняет какой-то вред Итак, первая техника Которая связана с обсессиями Это видеть то Что реально А что нереально Второе Надо научиться понимать Что ваши мысли Это страх А как Под названием А как я сейчас могу быть плохим Ну, например С ножами С веревками С убийством Это страх Отвечающий на вопрос А как я могу быть плохим Потому что я этого сильно боюсь Третье Надо научиться не путать Страх с желанием Напишите сейчас в чате У кого эта проблема Я вот У меня есть несколько пациентов С этой проблемой Они путают страх С желанием Например, он видит ножи Он боится, что он сейчас возьмет нож И что-то сделает И он ко мне говорит Леша говорит А я не понимаю Я этого хочу Или я этого боюсь Точнее, он понимает Что он этого боится Я неправильно сейчас сказал Сейчас психиатры Навострят уши А он говорит Я понимаю, что я этого боюсь И я этого не хочу Но у меня такой страх А вдруг это случится Вот Вы должны научиться понимать Что ваш страх Допустим, этих самых ножей Это страх быть плохим А фантазия про ножи И про то, что вы с этим сделаете Всего лишь навсего Форма ваших фантазийных страшилок А как я буду плохим? А как я сейчас могу быть плохим на кухне? Так, на кухню посмотрела Ага Вот тут ножи есть Вышла на балкон А как я могу быть плохой на балконе? Догадаетесь А вдруг что сброшусь? А как я могу быть плохой на улице? А как я могу быть плохой на работе? А как я могу быть плохой в метро? А как я могу быть плохой в машине? А как я могу быть плохой в пробке? Знаете, как больные Пациенты с ОКР Будут плохие в пробке? Там много фантазий Как они могут быть плохими в пробке? начиная от того, что я запаникую и буду бегать вокруг машины и буду плохим, заканчивая, что я откинусь и будет лежать труп в машине, проследить пробки. То есть вот голь, я реально говорю, голь на выдумку хитра, только бы попридумывать себе то, как я сейчас буду плохим. Понимаете вот эту фишку? Ага, конечно, и скоро не подъедет, и ты задержишься пробку, тело будет лежать в машине, и все будут говорить, вот, помер, сволочь, не дает нам проехать, да? Вот примерно так это выглядит. На самом деле, да, смешно и не очень, потому что все ваши истории заключаются в том, что вы фантазируете, а как я буду плохой? А как я могу быть плохим, это не осознает. Чаще всего он этого не осознает, во всяком случае, на первых этапах терапии уж точно. Человек на первых этапах терапии вообще не понимает, что с ним происходит. Он просто видит пробку и видит тупо страх. Он просто видит ножи и видит страх. Он просто видит балкон и он видит страх. Он не понимает, что за всем за этим стоит целая конструкция. А как я могу быть плохим перед семьей и так далее, или перед собой, или перед будущим? А как я могу причинить вред себе любимому? А что скажут, если я помещусь в психиатрическую клинику? А что скажут, если я не смогу заработать миллион? А что я о себе скажу, да? Просто люди этого на первых этапах не видят терапии. Они сфокусированы именно на своих симптомах. Понимаете? Ты знаешь, Свет, то, что показывают в новостях, это один случай из 300 миллионов, где это связано не со страхом. То есть ты должна понимать, что если в новостях сказали, муж взял и загасил кого-нибудь, поверь мне, у этого человека УКР нету. Потому что за всю историю УКР еще никто из этих людей никого не загасил, и руководствуюсь этим страхом. Потому что теперь Свет, смотри, как когнитивный терапевт, я тебе говорю. Если бы УКР было опасно вот этими поступками, при малейших жалобах на это, людей бы закрывали в психиатрических клиниках. Но, как мы знаем, реально, люди приходят, на это жалуются, в самом лучшем случае ему выпишут колеса. Это в самом лучшем. В самом классическом случае скажут, не волнуйтесь, это у вас от мысли, не волнуйтесь, идите домой, пустырничка попейте, ничего страшного, это у вас на всю жизнь, это у вас с детства. Что конкретно с детства непонятно, и что конкретно с вами, тоже я не училась этому, но я могу тебе выписать какое-нибудь успокаивающее, будет легче. Поэтому, если бы мысли в УКР или еще само УКР приводило к каким-то серьезным проблемам, конечно, этих бы людей быстренько подбирали бы, точно так же, как и с паникой. Если бы паническая атака могла причинить вам смерть, при первой жалобе и первых словах паническая атака прилетала бы рембригада, и всех бы вас госпитализировали, потому что популяция давно бы померла бы. Сейчас панические атаки очень странствуют на белом свете, но, как видите, тела на улицах не валяются, и в пакетах люди не валяются в метро, и в самолете каждый третий боится разбиться, но что-то вперед ногами всех не выносит. А те единичные случаи, которые случаются в самолетах, они связаны с реальной органической проблемой, и с самолетом это никак не связано. У нас каждый день люди умирают. И каждый день люди умирают от реальных заболеваний или от травм несовместимых в жизни, а не от неврозы. Неврозы не убивают людей, и мысли не убивают людей. Я у вас секрет большой раскрою. И мысли нематериальны. Хотите банальный пример, который доказывает, что мысли нематериальны? Ну, самый простой, логичный. Сейчас в небе несколько тысяч самолетов. Каждый третий человек в этом самолете сейчас боится лететь. Несколько десятков тысяч людей сейчас одновременно боятся, что они разобьются. Но что-то от этого самолеты как какашки из неба не падают. Понимаете? Вот это очень важно понимать, что от того, что вы... Фильм-секрет – это большая проблема. Фильм-секрет развивает ОКР, к сожалению. Нет, невроз-психоз перейти не может, никогда не может перейти ни туда, ни обратно. Вот подождите. Вот тут очень важный момент. Само ОКР не говорит о том, что ты плохой. Вот видишь, что сейчас Рома делает какую-то ошибку? Рома говорит о том, что я плохой априори. Поняли? Я плохой из-за этого, я плохой из-за этого, я плохой из-за этого, я плохой из-за этого. И еще из-за ОКР я плохой. Ром, ты сейчас делаешь классическую ошибку классического человека с ОКР. Ты винишь во всем себя и видишь в том, как ты будешь плохим. И даже ОКР подвергаешь критике. Поэтому пишем еще один теоретический тезис. Прекратить критиковать себя за наличие этих мыслей и этих поведений. Прекратить считать себя больным, слабым и никчемным. Ни в коем случае не подвергать себя самоедству на тему навязчивых мыслей и поведений. А ответить себе четким, конкретным словом. Да, действительно, у меня есть такие страхи. И иногда я, иногда, первое время сейчас, иногда я что-то перепроверяю. Это правда. Я понимаю, что эти мысли и поступки связаны с тем, что я слишком сильно боюсь быть плохим мальчиком. И это не говорит о том, что я больной человек. Я просто слишком сильно боюсь быть плохим. И это никак меня не характеризует. Я буду работать над собой, и я не должен себя осуждать. Поняли вот эту историю? Прекратите осуждать это состояние, считая себя за это слабым. Вы не виноваты в том, что вы научились считать себя плохим. Вы не виноваты в этом, и винить себя в этом не стоит. Единственное, в чем вы можете здесь управлять, это следующее. Пишем дальше. Второй тезис терапевтический. Если я слишком хочу не думать о чем-то, и говорю себе, я не должен об этом думать, потому что это плохо, вы и создаете этим проблему. Если вы хотите избавиться от навязчивых мыслей, есть только один большой и важный секрет, состоящий из двух основ. Это физика. Это физика и юмор. Физика заключается в терапии обсессии в том, чтобы вы прекратили всяческое сопротивление этим мыслям и всяческую критику этих мыслей. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Если вы сопротивляетесь своим мыслям, например, вам пришла мысль в голову, а вдруг я это сделаю? Если вы говорите, ой, нет, я не хочу этого делать, о боже, почему мне эта мысль в голову пришла? Опять она здесь, уходи, уходи, кыш-кыш. А что сделать, чтобы этого не случилось? Все, вы попали. Поэтому правильная техника заключается так, выглядит так. Вы должны разрешить себе думать о всем, о чем думаете, как и я. И второе, вы должны подключить к этому юмор. Вы должны научиться смеяться над теми мыслями, которые приходят вам в голову. Вот я могу посмеяться на тему... Сейчас я буквально секунду... Я тут подготовил классический набор невротик. Невротик. Смотрите. Вот если я держу в руках веревку и нож, я на эту тему смеюсь. Потому что все фантазии, которые могут мне прийти в голову на тему веревок, на тему кого и как и куда и что, на тему этих ножей относительно себя, относительно там еще что-то. Я иронизирую по поводу этих мыслей. Я, как и вы, могу пофантазировать на эту тему по-разному. Что и как, и как оно, и что. Но я понимаю, что это ирония. У меня нет желания этого делать. И у меня нет никакой мотивации это делать. Я, если об этом и подумаю, то я об этом подумаю с иронией. И посмеюсь. Именно эта форма допущения этих мыслей, внимание, я допускаю то, что я могу об этом думать и фантазировать. И я могу смеяться над этим. А вы? Вы не допускаете этих мыслей. Нет, я не должна думать о том, что я с Павел Сергеевичем, там что-то случится у меня. Вы не допускаете этих мыслей. Вы критикуете эти мысли. И говорите, что если я об этом подумал, то случится что-то. Или оно произойдет. И всевозможным образом начинаете напрягаться на тему, чтобы этого не было. И создаете проблему. Поэтому проблему, пишем, создают не фантазии на тему веревок, ножей, там убийств и еще чего-то. Проблему создает то, как вы об этом думаете. Ваша задача, еще раз повторяю, да, допустить эти мысли и научиться юморить над этим. Юморить. Вот давайте сейчас по юморю. Почему мне написано красик в иконке? Что за издевательство? Ну вот, видите, по юмори. Поняли вот этот первый момент? Это архиважная история про обсессию. Видеть в том, что вы пытаетесь увидеть в этом плохого себя. И второе, что вы не допускаете этих мыслей, критикуете эти мысли. И считаете, что эти мысли способны чего-то доказать или материализовать. Все это поняли? Нет. Ку-ку. Ага. Вопросы по вот этой части. Сейчас мы к ритуалам перейдем. Ничего не интуитивного вам приходит в голову. Это вы себе приходите в голову именно такой формы мышления. Вы принимаете решение бояться этих мыслей. А я принимаю решение, этого не бояться. Потому что для меня эти мысли ирония. А для вас эти мысли, что не ирония. Для вас это страх реализации. Кстати, классные веревки. Конечно, этому надо учиться. Когда вы на трое зашкали, ощущение, что не контроля. Ощущение и отсутствие контроля, Светлана, это совершенно разные вещи. И все дальше, это ваши фантазии. Как будто, а что если, ощущение, что вдруг. Это все фантазии. Но учитесь это. Все, жесть. Шестой день подряд меня убил. Седьмой. Научитесь видеть фантазии от реальности. Что вы путаете. Ощущение, как будто. А что если вдруг. А теперь смотрите самое главное. Итак, еще раз. Мысль в голову пришла. Ни в коем случае не включили сопротивление. Объяснили, откуда она. Уже поняли, да? И начали над ней смеяться и иронизировать. А теперь самый важный момент. С ритуалами. Здесь еще сложная штука. Есть две основные стратегии в поведенческой терапии. В парадоксе. Первое. Вам надо не сделать ритуал. И увидеть, что от этого ничего не случится. Обратная реверсная сторона парадокса. Вам надо наоборот это сделать. И увидеть, что от этого тоже ничего не случилось. Точнее, там будет их три. И третья часть терапии. Вам надо это сделать настолько много раз, чтобы вы смогли над этим смеяться. Сейчас я повторю. Еще раз. Первое. Вам надо... Это три стратегии. Понятно, ребят? Сейчас мы об этом чуть поговорим, потому что это должно быть подобрано вашим терапевтам. А не вами желательно. Это просто важный момент. Я сейчас для коллег это говорю. Три стратегии терапии ритуалов. Вы этого не делаете. Ну, например, вам хочется что-то сделать. Какой-то ритуал. Повторение чего-то. Вы этого не сделали. Естественно, ваша тревога поднялась, да? И вы сказали себе, я понимаю, что я сейчас... У меня поднялась тревога, потому что я этого не сделал. Но я должен это выдержать. И увидеть, что ничего не случится того, чего я себе фантазировал. И повторить это 21 раз. То есть, ритуал не сделать, тревога поднялась, подождал какое-то время, понял, что ничего не произошло. Опять не сделал, тревога поднялась, понял, что ничего не произошло. И когда ты это сделаешь 21 раз, твой мозг начнет перепрограммироваться на тему, что какой смысл делать, если от этого ничего не меняется. Это поняли? Вторая стратегия, она реверсная. Называется парадоксальная интенция. Когда мы наоборот делаем и точно так же видим, что ничего не происходит. Ну, например, человек говорит, я не могу выпить из этой чашки, потому что на ней микробы, и мне будет от этого плохо. Парадоксальный подход выглядит примерно так. Облежи эту штуку. Поднимется тревога, и мы опять увидим, что ничего от этого не произойдет. Это такой сейчас банальный простой пример. Как это можно сделать больше в жизни? Вы должны столкнуться с этим страхом, прожить его. Ну, допустим, в данном случае пример такой. Взять все-таки, дотронуться губами, почувствовать тревогу и объяснить себе, что от этого ничего сейчас не произойдет, и прожить это. И повторить это 21 раз. Ну, грубо говоря, вот если брать тот пример с гелем для душа, помните, что я буду делать с моим клиентом? Таким методом, второй стратегией. Я буду, он будет ко мне приходить в кабинет, мы будем брать этот гель для душа, постоянно его пробовать, плеваться, морщиться, и так 21 раз. Через 21 занятие он поймет, а надеемся раньше, что от того, что он это делает, с ним ничего не происходит, и он перестанет это делать. И так с каждой историей, понятно? Только тут надо, чтобы это делал человек, ну, ваш терапевт, а то сейчас вы начнете там ссувать себе куда-нибудь что-нибудь, да ничего не происходит же, да? Нет, не надо, без патологии только, ладно? Стратегию подбирает всегда человек, который вас ведет. Это очень важно понимать. И третий, ну, какой тут еще парадоксальный, знаете, какой у меня самый яркий такой результат был с фобическим неврозом? У меня была клиентка, которая боялась съесть рыбу, семгу, ну, нарезку. Догадайтесь, почему. Нет, не кости. Да, аллергия. У нее когда-то случилась паническая атака в кафе, и она связала... Какие черни? Вот она, фантазия ваша начала. У нее когда-то случилась паническая атака в кафе, и она очень сильно испугалась, она не знала, что это такое. Она ела какой-то суп рыбы, из рыбы, по-моему. И ей показалось, ей сказали, что, возможно, это была аллергическая реакция. И с тех пор она стала избегать любого контакта с рыбой, и через несколько месяцев это уже зафиксировалось на уровне рефлексов. С тех пор она запах и всей виды рыб не ела. Она пришла ко мне с этой проблемой, как я работал парадоксальным подходом, чтобы вы просто поняли, как это эффективно. А мы сделали с ней анализы, которые доказали, что действительно аллергии у нее нет. Я должен быть уверен, был, что действительно это не аллергия. Действительно, врачи провели серьезный биохимический анализ крови на аллергены, там свои цифры. Ее заверило два независимых врача, что аллергии в крови у нее не обнаружили. Мне это дало полномочия проводить парадоксальный подход. Понятно, да? Что если бы я этих исследований на руках не имел, то я очень сильно рисковал. Поняли, да, почему? Потому что, а вдруг действительно есть подобная реакция? Я могу подставить очень сильно клиента и себя. Поэтому мы сначала должны определить, реально ли... Конечно. Мы должны определить, поэтому я и говорю, что стратегию назначает терапевт, а не вы сами себе, неся за вас ответственность, проводя определенные исследования, проводя определенную дифференциальную диагностику. Я диагностику эту провел, и я попросил ее привозить на каждую нашу встречу по, ну, в общем, рыбу. Нарезку. Первая встреча была очень веселой. У нас была паническая атака. Прям в кабинете. Мы открыли семгу. И, смотри, как выглядит парадоксальный подход. Это называется системная десенсибилизация еще. О, в другой стороне с эсфобией. Мы по кусочкам начали дотрагиваться этой рыбой. Сначала до губ, потом до языка, потом пожевали кусочек. И тут у нее начался страх. Ей показалось, что она начинает надыхаться. Она начала говорить, я задыхаюсь, и ужас. Очень хорошо, что так случилось там в кабинете, потому что я ей прям сразу говорю, очень спокойно рассказал, как себя можно вести. Она прожила это. В конце занятий мы еще съели рыбу. А нее опять поднялась тревога. Она опять это прожила. Через неделю она приехала на следующую встречу опять с рыбой. Мы опять ее ели, опять об этом говорили. Короче говоря, она сейчас ест морепродукты, рыбу, креветки и все-все-все. Про страх про это-то она забыла. Вот так работает парадоксальный подход. Но тут опять же надо быть очень и очень аккуратным и внимательным. С ОКР парадоксальный подход выглядит именно таким моментом, что боишься, что здесь это, прикоснись и посмотри, что этого не случится. Ну, например, была у меня клиентка с тем, что у нее был страх докасаться до каких-то предметов, потому что ей казалось, что руки от этого грязные, и она этими грязными руками потом не может подотронуться до себя, в частности до лица, и до каких-то предметов быта. А грязные у нее руки становились тогда, когда она выходила на улицу, контактировала как-то с предметами. Ну, согласитесь, это логично. Но ее страх был слишком сильный, и она прям вот потом надолго это все мыла, помывала, ботинки мыла, коридор, в общем, жесть. Как выглядит здесь парадоксальная стратегия? Я ее попросил приехать ко мне в кабинет с грязными руками, она все время хотела руки мыть перед началом занятий, естественно. Я попросил этого не делать. Она пришла ко мне, значит, она говорит, да, руки грязные. Я говорю, до чего ты можешь дотронуться? Ни до чего. А до себя можешь? Нет. Это вызывает огромную тревогу. И, естественно, что мы с ней делали? Потихоньку. У нее же логика какая? Что если я дотронусь, что-то произойдет, да? Соответственно, я ее этапом за этапом сталкиваю с этим страхом. Мы сначала трогаем мой диван, потом она начинает потихонечку трогать себя, меня. Я говорю, дотронуться до меня. Она меня трогала, ну, в рамках нормы, да? А то сейчас многие деятели позабавятся на эту тему. Да. Потом она дошла до того, что она смогла все-таки потрогать свое лицо и так далее. Что, в чем логика этого механизма, понятно? Вы натренировали мозг, что делать? Спешите мне, пожалуйста. Вы натренировали мозг деструктивно думать и избегать. Я тренирую вас сталкиваться с противоположным и не избегать. Это самая эффективная техника в данном случае. Но, опять же, это все должно быть дозировано и под контролем специалиста. Третья техника еще больше дозирована и под контролем специалиста. Тоже из парадоксальности. Когда мы, наоборот, пытаемся довести до абсурда ритуалов. Кто мне приведет, если есть коллеги, кто мне приведет практику доведения до абсурда ритуалов? Очень хорошо работает, кстати, с бытовыми ритуалами. Как можно до абсурда довести клиента? Логика какая-то абсурда. Да-да-да-да-да. Логика абсурда заключается в следующем. Клиент проверяет несколько раз, потому что он тревожится и он должен успокоиться. Абсурд заключается в том, чтобы ты сделал это много раз, даже если, черт побери, ты не хочешь. Поняли? Ребята правильно пишут, что, допустим, клиентка выходит и говорит, мне надо проверить газ. Я говорю, сколько раз ты его проверяешь? Она говорит, ну, 3-4. Я говорю, окей. Я говорю, ты как на работу едешь? Она говорит, я еду на маршрутке до метро. Сколько до маршрутки идти? Она говорит, ну, минут там 5. Я говорю, сколько в метрах? Она говорит, ну, там метров 500, наверное, может, меньше. Я говорю, ну, окей, смотри, что ты делаешь. Кто предположит, что я делаю? Ну, те, кто меня знает, знают, как это работает, да, наверное? Я говорю, ты сначала проверяешь всю квартиру, выключаешь все. Выходишь, закрываешь квартиру, доходишь до лифта, возвращаешься, открываешь квартиру, проверяешь газ. Закрываешь квартиру, спускаешься на первый этаж, возвращаешься, открываешь квартиру, проверяешь газ. Выходишь на улицу, проходишь 100 метров, возвращаешься, проверяешь газ. Закрываешь квартиру, проходишь 300 метров, возвращаешься, проверяешь газ. Закрываешь квартиру, доходишь до автоамбусной остановки, возвращаешься, проверяешь газ. Закрываешь квартиру и едешь на работу. Я вас уверяю, где-то на третий-четвертый раз вы будете чувствовать себя полным дебилом. И когда вы почувствуете себя полным дебилом, значит терапия эффективна. Вот реально. Поняли фишку? Когда вы почувствуете это, вы вылечитесь. Соответственно, проблема ОКР заключается в том, что вместо юмора и такого дебилизма к этому, вы исповедуете страх. Согласны? У вас живет страх. А что, если это не сделаю? А что будет, если так? Мне надо, как... Ну, не мне, а мне и нашим коллегам, что мы делаем? Мы начинаем заменять ваш страх на конструктивный юмор и на парадокс. Это работа с симптомом. Это работа с ритуалами. Потому что ребята пришли на этот вебинар, прежде всего хотят понять, что с этим делать реально. И мне нужно дать им реальные техники, как с этим можно быть. Ну, как ты видишь, я ушел, взял веревки с ножом, покинул прямую студию. И я думаю об этом абсолютно и нормально. Ну, я могу сейчас в туалет сходить, если хочешь. Без проблем. Почему я могу сходить в туалет? Потому что я как думаю об этом, Саша? Как я думаю о том, что я могу захотеть пойти в туалет во время прямого эфира? Я думаю, что это нормально. И что я имею на это право. И что наоборот, этим действием я покажу вам, что вы имеете право тоже. Поняли? Ну да. А если я буду сидеть и говорить, я хочу в туалет, допустим, да? Но я не могу уйти, потому что я покажусь лошарой, это невроз. Поняли разницу? Мне не важно, Саш, что подумают. Давай так. Я озабочен определенным отношением к себе, определенных людей. Но я четко делю обстоятельства, где я могу быть плохим и где не хотелось бы. Ну, представь себе, я прихожу в институт и начинаю вообще говорить о том, как я провел выходные, как это было прикольно, да? Люди будут сидеть и говорить, какой-то странный чувак вообще, да? А если я веду лекцию, захотел в туалет и пошел, видишь разницу? Проблема социофобии, и ОКР в том числе, заключается в том, что вы не видите разницу между реальными потребностями, которые абсолютно нормально захотеть и высказать, и некими, ну, совершенно деструктивными формами поведения, где действительно люди могут подумать, да, что ли. Так, это тоже важная тема, хорошо, что мы это затронули. Итак, еще раз, с твоими словами пишем мне, проверяя, как вы это запомнили. Три стратегии работы с ритуалом. Нет, давайте заново. Первое, что самое главное при работе с обсессиями, с навязчивыми мыслями? Пишем. Где вы, 33 человека, 33 зуба, возраст Христа? Давайте. Игнор, ирония. Так, допустить, верно. Не игнор, давай так, Федор, не игнор, а ирония хорошо, а разрешение? Допустить, ирония, верно. Как можно иронировать на эту тему? Да и сейчас загашу всех, да и засу сейчас вообще всю комнату вебинара, да и вот сейчас вот, да. То есть ты должен опять не эти мысли в голову. Господи, сколько можно? Старайся смеяться над этим. Не критиковать, верно. Допустить, верно. Ни в коем случае не считать себя каким за эти мысли и за эти страхи. У нас прям тренинг сегодня такой включил. Не считать себя уродом и плохим. Ну, конечно, ответственность можно перенести на психологию, безусловно. Но у вас не получится не осуждать себя, не бояться быть плохим. Так, хорошо, молодцы. Следующее. С чем связаны эти навязчивые страхи ножей, веревок и так далее? С чем связаны? Как вы должны себе ответить? А с чем связан мой постоянный страх? Молодцы. Второй, третий вопрос. Как сформировался страх нормативности? Как сформировался мой страх нормативного поведения не выходить за рамки некой условной нормы? Конкретней. Ну, наверное, тяжело, да, писать конкретней? Я согласен с вами. Был бы аудио. Вот у меня в группах, у нас, в группах же не вот так группы я веду. В группах я вижу 8 человек онлайн. То есть я сразу вам хочу сказать, кто, кстати, хочет в группу прийти, имейте это в виду. Я не так группы веду. Это веб-зал. Группа у нас онлайн 8 человек, и мы с друг другом разговариваем. Короче, детство. Понятно. Хорошо. Кто мне напишет, как можно описать внутренний конфликт неврозии, обсессивно-психоэстенические? Это борьба между чем и чем? Вспоминаю. Что вызывает сильное напряжение? Побеждение и миряемость. Нет, конкретнее надо. Ну, правильно, но надо конкретнее. Желаю это все не то. Конкретнее. Конкретнее. Непараличность. Это всегда нормативная, это борьба между моралью, долгом, нормами и вынужденной действительностью. Еще раз запоминайте. В ОКР конкретный внутренний конфликт. Долг, мораль, нормы и реальные обстоятельства, которые этому противоречат или заставляют вас идти против себя. Это поняли все? Терапия самого этого внутреннего конфликта, она немножечко в другую сторону уходит. Теперь смотрите, как это выглядит. Дальше идем. Основные три стратегии работы над ритуалами. Пишем мне, пожалуйста, участвуем активно. Первое. Вспоминаем. Себя проверяем, ладно? Вспоминаем. Первая стратегия работы с ритуалами. Ну, конкретнее, нет. Верно, не делать и дальше логика какая? Нет, это первая сначала. Первая стратегия не делать ритуал. Затем выдержать напряжение. Верно. Запоминайте еще раз. Не сделать, выдержать напряжение и увидеть, что от этого никто не умер, ничего не произошло. Понятно? Что небо не упало на землю. Вторая стратегия какая? Первая стратегия. Наоборот, я сталкиваюсь, запоминайте, я сталкиваюсь с этим страхом. Например, трогаю, да? И вижу, что это тоже вызвало у меня тревогу из-за того, что мне кажется, что это микробы, которые сейчас разъебят мой желудок, отвечаю себе на этот абсурд. Наоборот, трогаю это языком и вижу, что от этого ничего не происходит. Хорошо. И третья стратегия. Я ее назвал дебилизмом. Давайте так и назовем ее стратегией дебила. Да. Вы наоборот заставляете себя декларацией, но в данном случае терапевт это делает, как бы вы не хотели в ней возвращаться, вам надо через силу. Понятно, да? То есть вы уже поняли, что вы дверь закрыли. Да понял я, ну понял. Нет, я зайду и проверю. И вот пока вы не почувствуете себя идиотом, вы не закончите. Если вы это сделаете 21 раз, поверьте мне, человек, который 21 раз почувствует себя идиотом, вот если есть коллеги, да, медики, например, или психотерапевты, в нашей профессии мы всегда прорабатываем гипотезу идею стратегическую. Какая главная гипотеза и моя стратегическая идея в терапии внутреннего конфликта ОКР? Верно, конечно. И вот здесь когнитивная терапия как раз и работает. И вот те, если можно так сказать, специалисты, которые говорят, что когнитивка не работает с ОКР, они очень сильно заблуждаются. А есть терапия обсессии и ритуалов, а есть терапия самой причины внутреннего вот этого напряжения. Это нормативность. И вот поверьте, когнитивная терапия с этой самой нормативностью как раз работает очень эффективно. И когда наш с вами клиент... Вот подумайте сейчас, ребята, у кого есть сейчас обсессия и ритуалов, только честно. Вот представьте себе историю. Сейчас, кстати, будет очень интересная вещь. Вот просто представьте себе на минутку, что вам вдруг вы говорите, ну да, могу показаться плохим для кого-то, могу нет, всякое может случиться, могут подумать так и так, меня это не сильно беспокоит. Я иногда напрягаюсь, но не так сильно. Я не так уж боюсь быть смешным, иногда я могу быть смешным, иногда не очень. Я вместе с ними посмеюсь над этим. Нет ничего ужасного в том, что что-то случится. И со всеми бывает. Вот если бы вы исповедовали такую философию жизни относительно норм и рамок, только честно, интуитивно, как бы вам было? Угу. И вот это и есть психотерапия внутреннего противоречия. Потому что вы должны понять, что ваши обсессии и компульсии – это следствие, понимаете, да? Я вам сегодня рассказал про практическую историю, как это все выглядит, и даже поделился навыками. Но если пациента вы научите потихонечку работать с обсессиями и потихонечку работать с ритуалами, это принесет должный эффект без основной истории. Нет. Поэтому наша терапевтическая задача – расширить что? эти нормативности клиента. И вот здесь и есть главный бой. Особенно, если это ритуал, эти, как его вам, религиозные рамки. Вот представьте, как психотерапевту тяжело работать с клиентом, который говорит, если я это сделаю, это грех, и меня накажут. Мне бабушка с мамой говорили, что меня накажут, и сделают та-та-та, если я получу четверку. Это безумно сложная работа. Где... Это философия. Запомните и запишите себе. ОКР, в отличие от панической атаки, это философия жизни. Кто мне объяснит, почему я называю ОКР философией жизни? Только я называю ОКР философией жизни не симптом, да, понятно, что ни обсессию, ни ритуал. Хотя я тоже по своему философию проверю, а то накажут. Поняли, почему я называю это философией? Какая у человека философия? У него философия нормативности. У него философия наказания. У него философия думает о себе негативно. У него философия, только бы я не была плохая. Только бы я не была виноватая. И философия в жизни заключается в том, что я априори плохая и виноватая, И я буду жить так, чтобы не быть плохой и виноватой Еще раз посмотрите на эту картинку Если человек, если вы все, вот вас там 35 человек Продолжите исповедовать философию нормативности Вот этой вот слишком зашоренности в убеждениях Вы можете работать с обсессиями, с компульсиями Но основную структуру не проработаете Поэтому когнитивная терапия очень хорошо работает с этой историей Но в терапии обсессии и компульсии больше используется поведенческая часть терапии А в структуре больше используется когнитивная часть терапии Потому что пока моя клиентка не научится быть шире Понятно, что ее жизненная стратегия не изменится Пока моя клиентка не скажет Я не виновата И я не буду больше вести себя так, чтобы не быть виноватой И вот эти ритуалы в жизни не закончатся Только тогда, когда мы можем добиться глубоких изменений А мы сегодня об этом говорили А теперь вопрос Я надеюсь, вам понравилось сегодня Прояснилось что-то для тех, кто не знал, что такое ОКР И вообще, что такое обсессии, компульсии, в чем ошибки Я надеюсь, что вам понравилось Спасибо Давайте по вопросикам пройдемся У нас 15 минут Что делать, если стараешься развивать, делать реальные поступки Сейчас, подождите секундочку, я остановлю А то я плохо обычно, когда чат идет, не вижу Что делать, если стараешься развиваться Делаешь реальные поступки Но сопротивление не ослабевает Прямо по фрейду Сопротивление не ослабевало Но надо понимать, с чем связано сопротивление Потому что сопротивление всегда защищает какие-то болезненные уязвимости Если есть сопротивление, значит за сопротивлением стоит какой-то страх И, Свет, судя по всему, ты говоришь о том, что Смотри, как ты пишешь Я стараюсь развиваться, делать реальные поступки Возможно, за твоим сопротивлением стоит страх ошибиться Или страх позориться Или не успеть Или не сделать Или не хорошо сделать Или выбрать не тот путь Выбрать не ту идею Возможно, сопротивление будет у тебя, знаешь, какое? Прокастинация Ни хрена не делаю, да? То есть, если сопротивление выглядит таким образом Я буду откладывать на потом Это не так важно Это потом Не хочется Лень То, скорее всего, Свет Это сопротивление закрывает то, что ты просто боишься Надо посмотреть, чего ты боишься ОКР – это когда Собственный ритуал начинает мешать жить Когда ритуалы мешают нам жить, Игорь, это следствие Это не определение ОКР Это Ритуалы мешают жить, это просто следствие любого невроза Когда любой невроз мешает жить Но нельзя сказать, что это определение ОКР Определение ОКР – это конкретная классификация формы мышления и формы поведения Можно поподробнее про невротическое стремление к самореализации, к постоянному развитию? О, хороший вопрос, минутку Кто его задает? Федор Федор А можно поподробнее про невротическое стремление к самореализации, к постоянному развитию? Федор Как помещается структуру ОКР в виде стратегии? Чтобы не быть плохим и слабым, я должен постоянно развиваться и стремиться к развитию Если на этапе развития и стремления у меня что-то идет не так, значит я лошара Вот тогда это будет неврозом Я стремлюсь к саморазвитию Согласен? Я развиваюсь Но я развиваюсь, федор, слушай внимательно Естественным путем Я развиваюсь естественно Месяц за месяцем, опыт за опытом, ошибка за ошибкой Там, сертификат за сертификатом Опыт за опытом, клиент за клиентом Я развиваюсь естественно Я не сижу вот так Так, надо внутренне расти Надо внутренне расти Что бы прочитать? Я вот ростом занимаюсь Так, а у меня не получается здесь Ага, блин, значит я деградирую Все, я деградант Я внутренне расту, как плохо Вот тогда это большая, Федор, проблема Внутренний рост, нормальный Это всегда естественный процесс А не делай, пожалуйста, из этого невротическую миссию Если я не что-то там, то я плохой Это опять в истории Сокрея Понял? Пожалуйста Как осознать истинный страх причины? Чего? Чего истинный страх и причина? Является ли терапией практика непристойных поступков? Да, смотри Леш У меня в группе, которая Кстати, там сейчас в группах, ребят Будет, по-моему, несколько мест На четверг и на среду И смотрите за новостями Следите в ближайшие дни Там будет буквально по два или по одному месту в группу Или по два, по-моему, даже Имейте это в виду Это так я вам сейчас сказал Потому что это правда Я сейчас посмотрел там списки, кто резервировал Там, по-моему, в какой-то группе осталось два или три места даже Является ли терапией практика непристойных поступков? Да, смотри У меня в группе На первом этапе групповой работы У нас есть упражнение Когда мы заканчиваем первую часть Первый блок из пяти У них, у ребят, задание Сфотографироваться На полу в кафе Или на полу в торговом центре Сделано это как раз Вот в виду парадоксального Как раз подхода Да Сейчас я Тебе покажу Кое-что Единственное, что я думаю, что он не обидится И здесь не будет никаких лиц Сейчас Я просто покажу, как это выглядит Лица вы не разглядите Вы просто разглядите сейчас Общую Общую тенденцию Да, как это выглядит Ну я вот так закрою лицо Ну в общем Человек лежит На полу Стоит очередь На него смотрит Это вот человек Который боялся Когда-то Произвести плохое впечатление Да Вот примерно так это выглядит Да, действительно Есть парадоксальные упражнения Которые Помогают развить Вот эту уверенность Это правда Но опять же Я подбираю это очень Аккуратно Потому что У меня нет упражнений И знаешь, там Помаши лифчиком в метро Попроси милостыню Это деструктивный тренинг Он абсолютно не про меня Я не занимаюсь деструктивными тренингами Но есть терапия Непристойных поступков И по словам непристойные Имел в виду Как раз, наверное Вот какие-то такие Да Просто тут надо, Лёш Понимать, что за поступок Понимаешь Если ты пойдешь Пописать на Красную площадь И удивишься Что тебя на 15 суток посадят И скажут Это Крайсков виноват Но это странно будет, конечно Но если ты наложишь кирпичей в метро То я думаю Что у тебя не невроз Потому что тут как раз Есть большая разница Что невротик боится Этого сделать А психотик Не видит в этом никакой проблемы Невротик боится Совершить какой-то плохой поступок А психотик его совершает Он говорит А что такого Ну хотелось покакать Что такого Нормально То же самое касается маньяков Они говорят Я хотел Мне вот голос сказал Мне вот надо Я очень хочу этого А психотик скажет Я очень этого боюсь Поэтому Ты имеешь в виду парадоксальный момент Что надо Ну смотри А я понял Смотри Саш Есть такое упражнение У меня была клиент Который боялась Описаться в метро Знаешь как я сделал Как вам кажется Вот с этим страхом Описаться в метро А как я работал Парадоксальным подходом У нее был страх Описаться в метро Сейчас расскажу Короче я просил ее Не бояться этого Нет Ничего намочить не надо было А Тужиться То есть не сопротивляться А даже немножечко Подтуживаться То есть мозг понимает Что я не сопротивляюсь А даже этого хочу Это очень аккуратный Парадоксальный подход И получилось с этим справиться То есть как только мозг Начал понимать Понимаете Когда мозг стоит в блокаде Только бы не описываться Сжались все сфинктеры Все сфинктеры сжатые Только бы ни каплю не пропустить А как только ты говоришь Расслабь сфинктер И даже немножечко Попробуй напрячься Страха у мозга не будет Он заканчивает Эту парадоксальный Парадоксальный момент Осознать внутренний конфликт Уже нечего Я тебе уже рассказал Что-то осознавать Я тебе уже рассказал Вебинар будет Записи на ютубе Скорее всего Если у меня получится Это сделать Про фильм секрет Это не обман Давайте так Про фильм секрет Я тебе так скажу Фильм секрет Снят американцами Во первых В Америке Очень развита История хэппинга Хэппининга То есть Мотивации на успех Это первое Да, действительно Позитивное мышление И позитивный настрой Очень важен В терапии Так сказать Результата Но Никто и никогда Не докажет о том Что мысль материальна Все эмпирические исследования Докажут обратное Или докажут Не попадание В статистику И корреляцию И эмпирические Исчисления Не докажут Что мысль материальна Докажет противоположенную Поэтому Фильм секрет К сожалению Вызывает больше тревоги Особенно у ребят С ОКР Согласны Да, почему Если им скажут Что мысли материальны То люди С ОКР Пойдут покупать Антидепрессанты Потому что Их состояние Ухудшится Соответственно ВВП Страны Америка Такая Как и США А внутренний Валовый продукт Продажа Антидепрессантов Огромен Потому что Чтобы люди Были достаточно Ведомы Достаточно Счастливы Их гораздо проще Накормить Каким-то препаратом И пропагандировать Это На государственном Уровне Don't worry Be happy Два миллиона Я должен государству Но это нормально It's okay Чтобы люди Относились К огромным долгам Перед страной Проще Накормить Нацию Колесами На государственном Уровне Это лоббируется Поэтому Фильм Секрет Я считаю Он имеет Какую-то Мотивационную Основу Но я думаю Что подоплека К этому Есть еще И продажи Все-таки Таблеток Пожалуйста Потому что В Америке Государственная Программа Детям Впихивают Антидепрессанты Понимаете Когда вам говорят Купи квартиру Купи машину Купи дом И оплати Обучение В пафосном Институте Ты должен будешь Всего-лишь На всего Миллион долларов В государству Но это нормально На много поколений Вперед Там Ноль процентов У тебя Все в кредит У тебя все есть Но ни один русский человек Спокойно жить не будет Но если ты сидишь На препаратах У тебя все кул Все круто Та-та-ра-ра-ра-рам Поэтому Здесь Надо понимать Что есть Понятие Политики И конечно Никто не захочет Из этого Розового счастья Вылезать И все Что угрожает Этому розовому счастью Будет рассмотрено Как чуждое И враждебное Я считаю Что Российская Федерация В этом плане Более здоровая Чем Америка Пускай у нас Не так развитая Экономика И очень много Осталых регионов Но Русский человек Который приходит Ко мне Он говорит Я не хочу Прилепить препараты Я хочу сам Пускай мне будет тяжело Пускай мне будет страшно Но я хочу сам Американец приходит Говорит Дайте мне рецепт Я пойду У меня дела Поэтому Но тут надо Оговориться А то меня Психиатры Сейчас Загновят И есть Уровень Тревоги И есть Уровень Депрессии Где нам Необходимо Помочь Клиенту Сняв Уровень Соматической Тревоги Депрессии Именно С таблетками Но Мы должны Понимать Что это Какое-то Эпизодическое Мешательство Понимаете Фармакология Должна Выполнять Эпизодическую Роль Если Это Неврозы Я имею ввиду Если Это Психотик У нее Шизофрения Конечно Это Пожизненная Поддержка Препаратами Это Понятно Если Это Невроз То Фармакология На мой Личный Взгляд Выполняет Эпизодическую Стратегическую Краткосрочную Роль Снятию Острого Периода Чтобы Потом Человек Был Подготовлен К работе Над собой С психотерапевтом Вот Это Главное На мой Вгляд Правильная Политика Использования Препаратов Ну Что Ребята Спасибо Понимаете Тема ОКР Очень широкая Как вы Это Поняли И Я Постарался Вам Объяснить И О Обсессиях И О Компульсиях И О самой Сути Внутреннего Конфликта Нормативности И О практике Работе И С обсессиями И С компульсиями Ритуалами И Самой Нормативностью Я Хожу В Планету Фитнес Но Сейчас Поменяю Зал Буду Другой Ходить Страх Сойти С ума Распространен Последнее Время Света Потому Что Люди Очень Сильно Хотят Успеть Понимаешь Они Хотят Доказать Купить Мазерати Купить Хорошую Квартиру Хорошую Машину Хорошо Кушать Они Очень Хотят Доказать Окружающим Что Они Тоже Крутые Парни А Страх Сойти С ума Это Метафора Провала Понимаешь Свет Поэтому Так Много Этих Страхов Поняла Теперь Чем Больше Общество Хочет Доказать И Мириться Членами Тем Больше Страхов Потерять Провал Потерпеть Провал Спортзал повышает Конечно Безусловно Во-первых Спортзал повышает Эффективность работы Мозга Потому что Переключаются Доминанты Во-вторых Ты чувствуешь Гораздо больше Себя Отдохнувшим Уверенность Себе Как телесно Тебе Конечно Повышается Обязательно Ходите Спортзал Не бойтесь Стремление Все Успеть Очень Невротично Если Ты К нему Относишься Что Катастрофу Если Я не Успела Или Ставишь Себе В день 10 Дел И Выполняешь Там Я не знаю Так что Тебя Потом Выжимать Можно Яночка Лучше Выполнять Одно Дело Но Эффективно Чем За 10 Дел Выполнять 10 Дел В день А потом Через Неделю Полететь В клинику Неврозов У меня Есть Иногда Свободные Окна На Таганке Вам Надо Будет Звонить По Телефону Который Указан На Сайте И Можно Прийти На Таганку Позаниматься Конечно Но Еще Приходите В Группу Обязательно Это Очень Эффективно Группа По Интернете А Если Даже Не Успеваешь Потом Все В Голове Перебираешь Голове Это Неврастения Ты Говоришь О том Посмотри Неврастения В интернете Ты Говоришь О том Что У меня Стратегия Я Должна Быть Хорошей Девочкой Для Этого Я Должна Быть Эффективной А Чтобы Быть Эффективной Я Должна Все Успевать Так И Если Я Что Не Делаю Не Успеваю Я Не Эффективная Слабая Никчемная Это Есть Твой Невроз Невроз Неврастения Ты Смотри Тему При Неврастении Могут Быть Панические Атаки Могут Быть Навязчивости Верные Фобии Знаешь Как Юля Это Будет Выглядеть Смотри Внимательно Еще Раз Следи За руками И За Словами Моими Я Боюсь Быть Плохой Девочкой Для Этого Я Должна Быть Эффективной Чтобы Быть Эффективной Я Должна Все Контролировать И Делать Много дел От Этого Я Переутомила Но Остановиться Я Не Могу Потому Что Я Не Должна Отдыхать Правильно Какой Отдыхать Сон Только Для Слабаков У Тебя Соответственно Твой Организм Будет Создавать Защитный Механизм В виде Страха За Собственное Здоровье По Любому Поводу Только Чтоб Ты Дела В Выходной И Отдохнула Например Легла В больницу Клинику Неврозов То Твои Фобии Страхи Панические Атаки Навязчивости Будут Являться Уводящим Тебя В сторону От Самопоражающей Работоспособности Поняла? Ну да Я ответил на Твой вопрос Поняла Вот Эту Историю Как С Анивростынией Прикрепляется Фобии Поняла? Супер Ребята Надо попрощаться Была в группах Но хочу Сейчас Приходи Спасибо Что хочешь Еще раз Спасибо Вам огромное Я надеюсь Что вам было Интересно Вы не зря Потратили Три часа Своего Времени Я правда Постарался Ответить На ваши Вопросы Я надеюсь Этот вебинар Будет полезен Для тех Кто будет Смотреть Его в записи Спасибо Вам огромное Канал Невроза Мегаполиса Продолжит Свою Работу И снимает Ролики У меня есть Короткие ролики В инстаграме Приходите в инстаграм Подписывайтесь Кстати Ребят Найдите меня В инстаграме Я там выкладываю Таблетки счастья Таблетки Спасибо Таблетки счастья Таблетки счастья Такие Маленькие Зарисовки На 15 секунд Ребята Говорят Прикольно То есть Я там По 15 секунд Что-то говорю И поддерживаю Своих клиентов В инстаграме Красиков Алексей Или у меня Вконтакте Есть ссылки На инстаграм Там Такие Короткие ролики По 15 секунд Типа Не парься Все в порядке Нормально Ну Прикольно Спасибо вам огромное Увидимся До встречи Пока